СЛ1 Гентинг 2017, студия Матч ТВ, аналитика Рухаба, мы снова в эфире, снова в эфире перед главным, пожалуй, матчем на сегодня. Виртус Про против Тим НП, позвольте представить вам второго эксперта, который пришел в пару к Ярославу, поменялись Митя с Сергеем Смайлом Ревиным, и Ярослав Кузнецов, конечно же, наш постоянный эксперт, вчера, сегодня анонсировал анонс анонса, анонс ухода. Виртус Про против НП, стадия драфта еще не началась, какие-то общие напутствия, может быть, общие пожелания от игры Виртус Про, потому что мы все-таки будем за ВП болеть, Ярослав? Ну, очевидно, хотелось бы, чтобы Виртус Про показали уровень, игру лучше, чем вчера, хотя, возможно, им хватит против НП и той игры, что была вчера против Ньюби, потому что Ньюби, наверное, посильнее будут, но хотелось бы еще более уверенной игры, особенно на пиках, потому что вчера они взяли вот этого вот абадона своего, начали играть от противника, не в свою игру, не в атаку, а в защиту, как-то подстраиваться, это не их стиль. Их стиль – это свои герои, собственная задумка и агрессия какая-то, то есть давить, ломать вышки в этом патче, это все очень хорошо работает. Нужно просто вспомнить, как они умеют играть и играть своими героями, и я думаю, что все прекрасно должно получиться. Им лучше нужно набирать, потому что им нужно упор делать не на кор, роли свои, потому что кор-роли, они прекрасно пикают, у них там все по полочкам, у них большой пул, у их кор-игроков, а именно вот суппорт позиции, им нужно тщательно продумывать. Им нельзя брать слабых персонажей, вот если они набирают слабых персонажей, какие-то слабые связки в суппортинг, что-то из серии, как вчера, как раз «Вивер Бадон», это никуда не идет, им нужно набирать именно их всякие дизрапторы, «Скайрас Мэйджи», «Эв Спириты» те же самые, и вот этими связками они на самом деле убивают противника, там за 15 минут игра заканчивается, за 15 минут, если они набирают именно свои вот эти жесткие драфты. Поэтому им упор лучше сделать именно на суппорт, потому что «НПР» на самом деле нестабильная команда, если против них взять нормальный пик, их можно стереть буквально минут за 10. 2 по 10, 2 по 20. По морали, если говорить, вы хорошо знаете ребят из команды «Виртус ПРО», насколько после вчерашнего поражения, ну не в сухую, а после поражения 1-2, насколько они сейчас готовы дать бой и побороться за вот эту путевку вторую в полуфинал? Ну, по каждому игроку, может быть. У нас есть эксперт, вот это. Эксперт Сергей. Эксперт морали – это Андрей, Андрей Голубев, он тут отсутствует. Ну, Серега просто тоже эксперт сейчас скажет, да что все парни опытные. Все парни опытные уже. Я их поддерживаю на расстоянии. С моралью все в порядке. Ну, Лил вот вчера написал в Твиттере, например, на английском, правда, ну, по-русски это переводилось примерно как «Завтра просто еще один день». Вот что бы это могло значить? Завтра просто еще один день играем. Наш матч 17-30 там. Лил просто ванилька. Он любит дождь, потому что он скрывает слезы и так далее. Он все время пишет подобные какие-то ванильные непонятные штуки. «Завтра следующий день», там, «Жизнь не кончилась», «Еще что-то». И там, ну, надо просто следить за Лилом, чтобы понимать. Я не знаю, он все это всерьез всегда говорит, либо нет. Ну, это, собственно, не суть важная. Да, завтра после следующего дня он про это решил сообщить ребятам. Хотя, конечно, это показывает определенное недовольство ситуацией. Ну, грубо говоря, он говорит, на это не обращайте внимания, завтра будет, завтра все будет. Он хочет кому-то показать. Что-то внутри где-то есть неуверенность, мне кажется, определенная. Но думаю, что у команды есть и хороший менеджмент сейчас, и все-таки хорошие лидеры в лице Алексея Березина, которые умеют сплотить коллектив. Потому что если бы они не умели, то вряд ли бы такой коллектив получился. Так что запас прочности в поражениях есть. Вот одно какое-то поражение где-то на групповой стадии, оно вообще, конечно, ничего команде не порушит. Я надеюсь. Вот если они проиграют этот турнир, сейчас проиграют НП, потом еще турнир и еще турнир, там уже могут начаться проблемы. Потому что какой бы ни был крутой клей и менеджмент, слишком много поражений, они могут команду подломить. Но одно поражение на групповом этапе не должно никаким образом команде портить мораль. Иначе как ты собираешься вообще играть? Без поражений не будет и побед. Ты вспомнишь свои слова вчера? Да, да, да. После поражения они должны стать более позитивные, у них там более сплоченность должна произойти в команде. Ну, не совсем мои слова так звучали. Мы сейчас буквально час назад обсуждали это как раз за эфиром. Пропустил просто, поэтому не слышал. Ну, про то, что поражения должны стать мотивацией к тому, чтобы стать еще лучше. Еще сильнее, да. Еще сильнее, да. Но бывает и по-другому. Вообще это все из фильмов, мне кажется, или мультиков, аниме всякие такие. В аниме это самая такая ключевая идея почти всех аниме, что сначала ты проигрываешь, проигрываешь, набираешься опыта, у тебя появляется мотивация. К сожалению, часто это не так. А есть ли любители аниме сейчас в составе Virtus.pro? Я пытаюсь вот... Давайте тему просто не будем обсуждать, пожалуйста. Не хочешь, да? Есть, это всегда любители соперники Virtus.pro. Там как бы и Envy, возможно, и все друзья его. Возможно. Кстати, вот про команды, которые, проигрывая, вроде как должны разваливаться. У нас же есть примеры команд, которые очень долго не показывали результатов, но все-таки оставались вместе и спустя какое-то время этих результатов добивались. Хороший пример это Ad Finem. Хороший пример, кстати, те же VG Unity, по-моему, которые, как ты сегодня говорил... Так себе примеры. Почему? Это чем выше залез, тем больнее падать. Вот в чем дело. Назови мне пример команды, которая выигрывает много или очень хорошо провела, скажем, полугодичный отрезок. Потом она начала все проигрывать и не развалилась. Они, наверное, есть, если так подумать, но очень я мало таких могу припомнить. На вскидку так вообще ни одной. А Ad Finem это команда, которая потихоньку выбиралась с низов, как и VG Unity. И у них наоборот. Да, они там много проигрывали, но они начинали по чуть-чуть кого-то выигрывать. И любая победа на месте Ad Finem годичной давности над каким-нибудь, скажем, альянс, она придавала супермораль. Следующая победа над каким-нибудь, пускай, Na'Vi, который уже и не в такой-то форме, да это не важно. Главное, что ты уже начинаешь каких-то грандов побеждать иногда. И ты, наоборот, набираешься все время уверенности. А вот Virtus.pro они сразу выстрелили, сразу наверх, сразу чуть ли не топ-1. По мнению букмекеров, они были топ-1 на Boston Major. И по мнению многих и экспертов, и зрителей простых, это был главный фаворит. А это такой, получается, марш-бросок из ничего, вообще не существовало состава, до топ-1 самого крупного турнира за часть сезона, по мнению всех. Это саммит повлияло на это очень сильно, потому что они там за сколько, за две недели до Бостона играли саммит, понятное дело. Там меньше даже, по-моему. Или даже меньше, да. Они выиграли и играли против самых топ-коллективов, которые были. Которые там половину, не половину даже, там 75%, по-моему, играло как раз на Бостоне. Не все туда ехали, но 75% точно играло. И они всех там по головам прошлись, заняли первое место. Понятное дело, букмекеры их ставят на топ-1 на Бостоне. Ну, кстати говоря о саммите, немножко возвращаясь назад в прошлое. Как команды относятся к этому турниру? Потому что, ну, существует такое мнение, что это очень домашнее такое, домашнее мероприятие. Есть у него одно название у этого турнира. Это Рафлатурик, или как там Лил, по-моему, говорил. Как раз таки. Ну, да, есть немножко в нем такого домашности. Но, на самом деле, все равно это не значит, что это не турнир. Там разыгрываются и деньги, призовые. И все-таки этот титул неплохой. Брейкин Ньюс. Брейкин Ньюс. Есть выход команд. Давайте посмотрим картинку из Малайзии. Да, прям вот человека показали. И Тим Эн Пи, вот он самый любитель аниме Этернал Энви. Роуз. Мне кажется, что 1-4-3-7, он же Роуз. Он тоже полюбил аниме. Иначе волосы в розовом не красят. Все-таки такое. Интересная теория. Здесь у нас есть... Дэни Энди. Энди Энди. Просто если... Я сам люблю аниме, поэтому я знаю, что там каждый второй персонаж. Он либо с розовыми волосами, либо с какими синими. С непонятными прическами. Не знаю, почему в японской культуре это считается чем-то таким... Ну, какой-то такой стиль. Что-ли. Тапочки Этернал Энви. Нельзя не обращать на них внимание. Брол! Вот этот человек, кстати, он... Как шоумен какой-то азиатский. С дотой связан. Я его видел на Маниле, который сейчас объявлял ведущий нас. Шмур азиатский. Я, честно, первый раз его вижу. Да? Я тоже. Наши ребята показываются. А вот этих ребят мы видели. Их мы знаем. Это наши мальчики. Виртуз Пробес. Точки на лице. Это ошибочка. Как там с трибунами сегодня? Получше. Пока, по крайней мере, играли местные команды. Они как раз подряд играли. Забито было там все. Сейчас, может быть, конечно, и поуходили люди. Подряд вылетели. Ну, это не важно. Они же играли все равно. Была надежда после того, как одни вылетели ребятки. Была надежда, что VG Unity еще смогут побороться. Но не смогли. Настроение вроде бы как хорошее. Хотя, конечно... Ну, Рамзес улыбается, хотя... Оно собранное, мне кажется. Так со стороны никогда не скажешь. Никогда не знаешь, что там в голове у человека. Но думаю, что... Вряд ли у ребят может быть по какой-то причине плохое настроение. Не, ну, ты садишься за компьютер. Я правильно понимаю, что ты уже собран, сконцентрирован. В принципе, уже ни толпа, ни окружающий мир вообще на тебя никак не влияют. Может быть так, чем по-другому. Может быть и по-другому. И тогда все не так хорошо. Ты садишься и думаешь, что забыл утюг дома выключить. Да нет, у них плохая мораль не должна быть. Потому что, как я говорю, они вчера в борьбе проиграли. Ну, в такой хорошей борьбе против Ньюби. Поэтому... Ну, да, там какие-то пара ошибок. Ньюби чуть лучше сыграли бы чуть хуже, но борьба была. Поэтому ФУП, я думаю, уверены в себя. И они в этой встрече должны быть в лице фаворитов. Легкие самоанализы. Ты понимаешь, что не надо просто брать Абадона. Притом, они такую ошибку совершали вот на том же Бостоне. Мы тоже там это отмечали. Когда у них как-то раз... Не вспомню, сейчас два саппорта прям плохие были. Что-то типа Operation Viver. Они проиграли просто с Вивером. По-моему, второй был что-то, по-моему, Operation. Вивер точно был. Кажется, вот Operation Viver у меня почему-то в голове. Мысль может быть и не Operation. Но тоже был Вивер и еще какой-то такой немобильный саппорт без стана. И вот они также без идей на игру полностью и залили. И вот это уже второй раз повторяется за такой не очень длительный срок. То есть стоит держать в голове, что вам действительно нужны агрессивные саппорты. Я бы старался для Лила забирать вот Йор Спирита, о котором мы сегодня много говорили. Герой показывает очень классный перформанс такой. То есть он делает много в игре. А Лил на нем умеет очень хорошо играть. Да и вчера ему советовали тоже этого персонажа. Так что пусть на нем поиграют. Говоря об НП, о соперниках Virtus.pro, что они могут такого интересного? Давайте немножко пофантазируем до того, как по факту пики начались. Что вот они могут такого прям необычного, дерзкого предоставить? Вот ты правильное слово подобрал. Мне кажется, то, что они могут сделать, там реально можно фантазировать. Давайте, давайте попробуем. Медовый Рубик для Eternal Landry. Я думаю, вполне. Да нет, он, мне кажется, будет отталкиваться так же, как он делал это на Бостоне. Будет играть, как он сегодня это делал уже от своих сигнатурных персонажей. Тимберсоу, соответственно. Мирана. Это его все ключевые. Мне кажется, Инвокер он уже вычеркнул из своих основных персонажей. Никто не понял, что-то про Тимберсоу, что ли. Но это тот самый, который на последнем месте панетворца заканчивал, СМИДа. Я не проигрываю. Я как-то пропустил. Ладно. Давайте, в общем, пофантазировать. У нас даже особо времени, сегодня валюты этой у нас нет. У нас стадия драфта запустилась, и мы сразу видим Disruptor и Underlord. Рубители кошечек NP. Я даже не знаю теперь, как за них не болеть. Ярослав. Первыми пиками взять. Ну, двух котов, котеечек. Мур-мур-мур. Минутка ванильности от Ярослава Кузнецова. По банам, смотрите, забанили Darkseer, такой MVP-герой турнира, по мнению нашей студии-аналитики. Дровку NP забанили в первой стадии. Наверное, думали, что может быть дровку заберут для Рамзеса. Virtus.pro любит играть с дровкой. Опять же, этот вивер сразу может оказаться в пике. Бестмастеры банят Virtus.pro, а NP играли с бестмастером? Да, играли с бестмастером NP. Буквально вчера. Вроде бы. Но даже если они не играли вчера, то не значит, что они не могут сыграть. Это всегда может такое случиться. Мне нравится пик Virtus.pro, он качественный. Вот еще Lilo добрать сюда тоже хорошего героя. Тот же самый Spirit. Дисраптор и Spirit просто идеальный СС. Одна из самых сильнейших, наверное, мне кажется, которая есть. Да, и Underlord дополняет это все очень прилично. Это очень много станов всяких непонятных АОЕ в драке. Эти два кольца, вот, Дисраптора и Underlord. Да, как раз вчера обсуждали. Огромаг. Лил будет играть на Дисрапторе и Солон Огромаге. Это тоже нормально, потому что Лил зато быстро вынесет, скорее всего, какой-нибудь блин Каганим. И будет полезным очень даже. Мирана здесь пока видится... Снайпером попахивается. Не медовый, очевидно, если снайпером попахивает. Варлок. Нет, снайпером попахивает УВП. А Миран-то я думаю, что медовый. Потому что Энви, честно сказать, его пул героев подсократился. Последнее время подсократился и он только на Миране-то нормально играет. Все остальное... Я просто вспоминаю с Бостона его Clean of Pain, его Timber Soul, его Инвокера. Страшно, страшно. Страшно вспоминать про этот героев, поэтому у Мирана лучше всех. Энвер Спирит, да. Сегодня как раз он был, неплохо был. Но у Энвер Спирита нет и, мне кажется, не будет уже. А Мирана у Энви хорошо получается, мне кажется, стоит играть. Снайпер – это стандартная игра от Virtus.pro из прошлого патча. Я признаюсь, в последний раз, когда видел Снайпера от Virtus.pro, мне не очень понравилась та игра. Вот этот вот, купленный Сумаилом Блэйд Мейл. Блэйд Мейл, и когда его Мунчик за три удара убил сам себя, это было приятно. Так себя. Но ВП там должны были додавливать все-таки. Чуть-чуть не срослось. Там и ЕГЭ неплохо очень отыграли тот матч конкретно. Следующий матч, мне кажется, они отыграли намного хуже. Они прям собрались как-то к Virtus.pro и взяли их, обыграли. Но тот Снайпер тоже был неплох. Действительно, они должны были, наверное, выигрывать уже ту игру. Просто хорошее действие одно. Вот ЕГЭ, ошибка от самих Virtus.pro. В общем, не важно, это все было давно. Главное, что сами Virtus.pro, почему в прошлом патче они были так успешны отчасти? Они придумали несколько стратегий для себя, которые очень хорошо работали. Например, все забирали Луну эту, и все очень ее полюбили. А Снайпер и ОД еще. И вот Virtus.pro постоянно брали из этого Снайпера против и Луны, и против ОД. И очень здорово контрили. И долгое время этого не могли понять. И вот за счет хотя бы этого Virtus.pro уже неплохо поднимались. И вот они вспоминают. Это, на самом деле, очень страшный персонаж Spirit Breaker. Он в этом патче с этими новыми талантами, когда ему там на... Ладно, будем сразу 25-й брать, когда ему 17% это добавляют. То есть он саблю это собирает. Понятное дело, он суппорт будет, но все равно. Деньги идут быстро, опыт идет быстро, и игра может до 25-го уровня дойти спокойно. И там он становится просто каким-то машиной для убийства. Он здесь для связки или, скорее, для соло-инициации и дальше там уже будет что будет? Здесь нужно, чтобы добегать для Снайпера как раз. Ну да, просто здесь Снайпер вот в миде стоит. Напрячивать тяжеловато. Все-таки большой и радиус атаки, и шапныри эти. В общем... Но Spirit Breaker может как раз-таки сократить быстро дистанцию. Могут соперить Снайпера. Ну так, поднапрячь немного Снайпера и в начале, в середине игры, ну и ближе к концу. Сам не поднапрячь, он прям его убивать там можно будет по колдову. Да, но там угромак стоит всегда. Это же Алексей Соло-Березин. Он приходит. Ну, прикрытие будет. Главное, вот не потерять вот эту... Этот момент не упустить, когда Spirit Breaker именно будет в миде постоянно набегать. Там нужно реально на холд позиционе встать и стоять, постоянно это Снайпера прикрывать. Если там угромак будет стоять, то проблем никаких не будет. Нужен, видимо, оффлейнер для НП, для Мунмин... Ой, Мунмин... Я повес для МСС. Он любитель поиграть Никсом, но здесь Никс не... Не-не-не-не работает. Очень много ООО-шек. Против... Чеченовенько ООО-шек. Кентавр, может, какой-нибудь... Вот Кентавр. Неплохо смотрится, как по мне. Можно, опять же, на Снайпера набежать. Кентавр хорош, да. Кентавр, конечно, прикольный, если он 25 уровень получает. Делает свой ретерн аурой. Снайперу очень неудобно стрелять сразу. Но про Кентавра не часто вспоминаю. Чаще вот как раз Сен Кинг. Он тут остался до последнего пика. Это вообще тоже редкость у нас. Обычно его раньше либо берут, либо банят. Но тут, вообще-то говоря, в бане и Рубика нет. Которого в некоторых других матчах мы видели первые два бана. Сен Кинг, Рубик. А здесь Сен Кинг на Лас Пик выходит. Рубика вообще не будет в игре. Вероятно. Точнее, точно. Потому что остался лишь керри для Рамзеса. Какие варианты остаются здесь? Урса. Хороший вариант. Я вот на Свена думал. Да, Свен. Ну, Свен тоже мог быть. Они вот, может быть, и сами думали. Там Урса, Свен. Решили поиграть на Урс. Ну что же. Вспоминают старые стратегии Virtus.pro. Ну или, может быть, придумывают новые. Узнаем мы прямо сейчас на этой карте. И я передаю слово нашим комментаторам. Матч в рамках ESL One Gainting. Матч за выход в полуфинал. Команда NP против коллектива Virtus.pro. Формат BO3. Должен быть интересный матч. NP смогли уже сегодня одолеть Fnatic со счетом 2-0. ВП же играют сегодня впервые. Есть у нас определенный фаворит Virtus.pro. Они показали себя в Бостоне. Они себя на этом турнире проявили. Хоть и проиграли одну из карт. Ну и будем смотреть. Давай вообще по мнениям. Кто сильнее, кто победит конкретно этой встречи. Пока невзирая на выбор героев. Ну, если не обращать внимание на выбор героев. Да даже если, честно говоря, обратить внимание на выбор героев. Я думаю, что, как по мне, у Virtus.pro их старый надежный пик со снайпером и Огр-магом. Как правило, это работает, когда Virtus.pro играют подобные стратегии. Ну а NP, мне кажется, все-таки команда еще не нашла свою игру. Ребята на американских квалификациях отлично себя проявили к Boston Major. Но на большее их, к сожалению, пока не хватает. Вот поэтому, мне кажется, что Virtus.pro должны тут побеждать. Но посмотрим. Пока не ясно в действительности, кто же одержит тут победу. Все-таки Dota это в первую очередь игра. А в игру можно как проиграть, так и выиграть. Может всякое произойти. Virtus.pro играет стратегии Underlord и Disruptor. Довольно неплохо она показала себя вчера. Также и снайперы мы от них видели еще на Бостоне. Но в целом герои, которые в этой мете. Вот Урса. Мы вчера видели Урсу и победную. Урсу, который проиграл. Это Урса на позиции легкой линии. Как я понимаю, не на центр идет Рамзес. Да, конечно. Хотя, когда ты играешь против Spirit Breaker, стоять снайпером в миде бывает очень опасно. Да, и против Урса, как я понимаю, будет стоять Sand King. Что тоже довольно-таки неприятно. Это все-таки герои ближней атаки на герои ближней атаки. А Sand King с этим борется вполне себе неплохо. Поэтому посмотрим, как будет справляться Рамзес. Ну и поглядим, как будет справляться на центре Нун. По Вардам есть что-то интересное. НП прилетели, поставили Вард в чужом лесу. Ну, а команда ВП ни одного Варда не установила. Довольно интересно. Ну, Virtus.pro так аккуратно сейчас действует. Они не выходят даже близко к своей баунти-руне на боте. Потому что, видимо, побаиваются то, что НП могут с Мираной и Sand King туда зайти. Все-таки у них пик на первом уровне достаточно опасный. Но у Virtus.pro тоже есть чем драться. Урса крайне опасен и силен на первых уровнях за счет пассивки своей. Fury Swipes, если он ее вкачает. А он ее вкачает, если вдруг будет драка. Вполне вероятно. Ну, может быть, конечно, и первый скилл вкачает. Он тоже замедляет очень сильно. В зависимости от расстановки сил. То есть, если вас больше, то ты берешь первый скилл и замедляешь и убиваешь. Если вас меньше, то можно как-то на Hit and Run играть и наносить атаки, отбегать. Потом снова наносить атаки. И рано или поздно ты настакаешь эти Fury Swipes. И следующий твой удар будет, возможно, даже смертельным для какого-нибудь слабого саппорта. NP поставили два Sentry. То есть, очевидно, ожидали, что Virtus.pro тут установит свои Ops-варды. Но ВП ничего не ставили. Это, опять же, стало для них плюс. И только потом уже, когда прошли все по линиям, поставили в своем лесу один, поставили на верхнюю руну. В общем, все сделано грамотно. И два Sentry и NP потеряли им никуда. То есть, они бесполезны абсолютно. Да, мы видим то, что Рамзес, кроме двух танго, двух пачек танго, вообще пока ничего не приобретал. Хочет как можно скорее накопить на сапог, чтобы можно было забегать быстро за крипов и убивать Сенткинга. Который там будет стараться стоять в этих крипах. Ну, чтобы гонять можно было проще. Некоторые игроки на Урсе сразу берут сапог. Но все-таки, когда ты стоишь против Сенткинга, желательно побольше регена взять на линию. Потому что может произойти какое-нибудь непредвиденное обстоятельство. Тебя могут на первых уровнях немножечко подзажать. И ты останешься без регена. Тебе потом тяжело будет на лайне находиться. На центр спрятался соло. В общем, тут и будет сделать свое грязное дело. Игнает им постоянно напрягать Envy. И пока Envy будет не просто на первых минутах, учитывая, что NP постояли тройную линию сверху. Пока Роуз никуда не перемещается. У него все-таки первый уровень. Может быть, уровень 2 возьмет. И тогда будут бегать. Пока либо Чарж, либо Баш. Два варианта, что можно использовать на первый уровень. Паше будет очень сложно стоять на таком лайне. Тут целая трипла пока что находится. Вот он второй раз пытается грамотно проблочить линию, чтобы крипы в его сторону шли быстрее. Но даже если ему удастся это сделать, тут целых два спавна свободно у NP. Если они... Ну, увидят просто элементарно, что лайн подходит ближе к Паше, они начнут делать пулы и Паша там очень мало опыта получит. Поэтому ему нужно что-то придумывать. У него очень много танго. Он может, конечно, постараться как-то по лесу побегать. Там, позаманивать на себя саппортов. Но он пока что просто стоит за крипами и практически не получает опыта. Это очень плохо. Мысль, что Андерлорд может уходить в леса. Мы это видели не раз. То есть, тяжеловато, но вполне Паша может справляться и там, если будет такая вот очень напряженная линия. А внизу уже МСС дает о себе знать. Подкопал Рамзеса. Рамзес ботинком нагло действует. МСС постоянно бьет. За часовой пассивки как-то отмечал довольно неприятно. По Санкингу. Ну, еще и Тандерстрайк. Разумеется, дезраптор на первых минутах от Тандерстрайка уносит уйма урона. МСС пока исключительно получает опыт. Уровень 2 уже взял. Да, я так понимаю, Рамзес там сбегал на спаун, который, видимо, МСС пытался профармить, возможно. У него там топорик есть в инвентаре. Я вижу то, что крипов нету на большом спауне. Да, он там фармил как раз. Первые минуты. Это мне удивительно. Урса решил туда сбегать и отогнать этого Санкинга. Хватит там фармить. Ну, а теперь Лилл будет этим заниматься. Все-таки Урсе нужно пофармить. Второй раз гон на Соло. Соло. Очень, конечно, плотный герой этот Огромаг. И так убить его не получится. Поэтому, на самом деле, не совсем понятно, в чем смысл врываться на Огромага. Ты его отсюда не прогонишь. Сейчас, может, Соло закинет Игнайт и пойдет на базу. Потому что маны не будут совершенно... Делать, в принципе, на этой линии будет совершенно нечего. Пока очень сложно Энви стоять на лайне. Поскольку Соло просто стоит перед крипами. Ты с ним тыкаться не сможешь. Просто потому, что у него больше брони и регенерации здоровья. А подойти к крипам ты не сможешь. Потому что он начнет тебя атаковать. Кидает тебе Игнайт. Ты замедляешься, получаешь урон. Поэтому очень тяжело пока что приходится в Миране. Да и впоследствии. Вот Нун сейчас, может быть, меньше экспы будет получать. Если... А, Ремвида уходит в лес. Поэтому экспы Нун будет получать не меньше. Но в любом случае, когда Снайпер там раскачается. Где-то до 6-7 уровня. С ним уже 1 на 1 даже будет очень сложно стоять. Потому что Шарапнель будет наносить много урона. Плюс есть ультимейт. Он в любой момент тебя может добить. Да, Снайпер под Бладластом, конечно, очень быстро бьет. Очень быстро передвигается. В общем, пока делает Соло большую часть начальной игры для своей команды. Ну, учитывая... Если посмотреть просто добивание крипов, это очевидно. 21, 21, 21 и резко 7. Даже у Андерлорда больше, чем у Мирана. Но у Мирана всегда может как-то стрельнуть с какого-то большого крипа. Получить опыт, получить деньги. Второй скилл доступен. Но по остальным линиям тишина. То есть вообще ничего не происходит. Четверку команда НП также играет пассивно. Пока Спидбрекер бегает. Но непонятно, куда ему выходить. Где ему помогать. Ты говорил, что можно Снайпер убивать. Но Снайпер здесь не один. Постоянный. Выйти на Ганг не получится. Пока что. Рядом со Снайпером всегда находится Огар. Даже Соло. Кончилась у него мана. Видимо, там какую-то часть здоровья он потерял. Он вернулся на базу. Подрегенился. И вернулся с телепорта обратно в Мид. То есть помощь Соло на боте не нужна вообще никакая. Рамзес великолепно стоит там один. А Соло, находясь в Миде, он не просто, кстати говоря, защищает своего мидера, защищает Снайпера. Но он еще и заставляет вражеских саппортов сюда как-то перетекать. Но пока что НП не хотят отводить. Они не хотят помогать Энви. Особо. Вот. Поэтому они стоят на топе и мешают падать. Энви-то очень больно. У Энви нет липа. Но нет. Дальше не пойдет, конечно. Соло не позволяет. Ну, конечно, Спиритбрейкер не такой хороший помощник, как Урсы. Как Огрома, конечно. Очевидно. Пока Рос стоит, получает простоп. Здесь воруют. Но никакой помощи речи в путь не может. К тому же у Снайпера намного больше рейндж атаки. Поэтому ему как-то проще отгонять этого Спиритбрейкера, чем в Миране отгонять Огра. Чарж на Пашу. Паша все-таки получил там четвертый с половиной уровень уже. Линия все-таки в его сторону смогла пропушиться. Как-никак. А у Сэнд Кинга пятый уровень уже. Пятый с половиной. Ну, более-менее формат. Что оффлейн у команды НП, что оффлейнер у Virtus.Pro. То есть по фарму тут каких-то проблем особых нет, как иногда это бывает. У НП просто немножко неудачные герои для того, чтобы не позволить Паше получить хороший уровень. То есть можно было бы как-то зайти за вышку и попытаться этого Андерлорда убить. Но вот у НП и Спиритбрейкер, который урона, ну, дает... Ну, он дизейблит хорошо. Но если у тебя нет урона, например, на втором саппорте или второго какого-то хорошего дизейбла, то за вышкой как бы убивать этого Андерлорда не очень хочется. Поскольку могут еще какие-то сейфтп сделать в Virtus.Pro. И ты просто... Не то, что ты даже Андерлорда не убьешь. Ты можешь сам погибнуть. Это очень плохо. Луни лучше пока что просто фармить. Смоук. Выход на центр. Использовали еще и колодец. По-моему, это был мисклик. Потому что вроде по мании и по здоровью все было и так хорошо. Ну, окей. МСС Роуз. Позиция. Снайпер, напомню, очень тонкий герой. Если его заспит, то можно очень быстро убить. Что, в общем-то, и делать. Подкоп. Чарж. Старшторм от Энви. Эпицентр даже по Нуну. И первая кровь для команды НП. Четыре героя суммарно сместились и убийство совершили. Снайпер убит на шестой минуте. Да, Энви еще получает First Blood. Весьма приятная компенсация за столь плохую начальную игру. За столь большие проблемы, которые предоставил Соло ему. Ну и вот она, первая агрессия от НП. Оказывается, удачная. Соло смещается впервые за игру вниз. Может быть, уже будет какой-то пад в уши башни. Blood Last, Ignite. Fire Blast все прокачано. MSS прогоняет проще. Нет, слушай. Глимсует назад. Fire Blast. Начинает бить Рамзес. Ультимайт не нажимал. Может быть, и пожачил Рамзес. Так бы, скорее всего, MSS подавили. Ну и так добили. Роуз без чаржа 9 секунд. Пытается он уйти. Но там стакается пассивочкой. Остается буквально... Ой, Рамзес-то ошибся. Слушай, поверил, что сделает удар, но не успел. Благов все обошлось. Очень много дополнительного урона из-за вот этой вот ошибки Рамзеса сейчас в Virtus.pro тут получили. Но... Соло умирает. Да, ну, Соло погиб исключительно из-за ошибки Рамзеса здесь, потому что он отменил последнюю тычку. Ну, честно говоря, странно, почему Луна не прилетала сразу сюда. То есть, вроде как можно было прилететь. У Луны был Эклипс, был Телепорт, линсует назад Роуза. А Луна как и стоит, так и не хочет ходить. Вот как раз таки, если бы Рамзес ультимейт свой потратил, возможно, Ауи бы и прилетел. Ты Урсу не сможешь убить Эклипсом, если у Рамзеса есть ультимейт. Он просто его нажмет, и он может там два-три бима питать урона. Может, поэтому я сохранял его как раз таки? Ну, возможно. Просто так прожимать ультимейт на Урсе не стоит. Там, исключительно там ради дэмэджа. Он все-таки хорош в первую очередь тем, что ты получаешь на 80%. Ну, почти неуязвим. Да, ты практически неуязвим. И в этом и заключается главный плюс этого ультимейта. Поэтому прожимать его нужно очень осторожно. Слушай, а Роузу-то могут убить. Изначально Роуза и Энви атаковали, но теперь уже контратак от команды Virtus.pro. Роуз погибает. Шрахнель, пару ударов. Игнайт делает свое дело. Еще и, ну, стреляет в Энви. Энви пытается уйти. В действительности, Снайпер не такой уж и уязвимый герой. Вот когда он более-менее раскачивается, когда он получает хороший левел и хоть чуть-чуть золота. И таланты еще есть. Да. Многие игроки на Снайпере, они берут не просто Аквилу, да, как большинство Агильщиков, которые стоят на центрах, чтобы там получить статы и мана реген. Большинство Снайперов играет через две маски, вот этих вот Агильных. Одну берут для того, чтобы купить потом Аквилу, а вторую берут исключительно для статов. И вот мы видим Снайпера с ПТ и двумя мясками, и у него тысяча ХП, если ПТ переключено на силу. Плюс он начинает приобретать Dragonlance, который тоже дает очень много хороших и полезных статов, поэтому для того, чтобы убить такого Снайпера, ну, нужно там два-три героя, там, одним с ним не справиться, там, одного Spirit Breaker будет мало. Перетяжка вниз, приходит сюда Ауи, вроде на верхней линии даже башня упала, но уже перетяжка есть. Ну и Virtus.pro готов отвечать, смещается сюда Ану. Есть телепорт от Underlord. Интересный разгон от Роуза, вот так просто влило. Нажимается Мулайт, вошел Эклипс и делается фраг по итогу пока на Дизрапторе. Только он погибает. Все остальные живы, соло без маны, правда. Мулайт скоро закончится. Ну и возможно будет контратака уже от команды ВП. Есть Assassinate. Такая позиция, да, интересная от ВП, от NP, как они близко стоят. Такая позиция у Spirit Breaker. Ну, тут, мне кажется, Virtus.pro зря ждут. Они улетают. Смотри, успеет ли, Паша еще пару секунд остается, есть подкоп, но все улетели. Но ничего с этим поделать не получается. Отменить телепорт Андерлорду с его ультимейта невозможно. Только если он сам, ну, только если ты его убьешь. Собственно, да. А тут, на самом-то деле, если бы зареспаунился Лил, прилетел бы на телепорте на бот, у них, у Virtus.pro был бы статик шторм, они могли бы, возможно, здесь даже и подраться. Это что, у Ауи нет Эклипса, а у Варлока все-таки был ультимейт. Да, и у Огромага маны было маловато, поэтому там буквально один Игнат был бы. Поэтому все-таки решение Virtus.pro пил неправильно, что просто ушли. В общем, без потерь остались, но НИ, соответственно, не отдает. Башня первая для команды НП. Сломать на топе вышку и на центре, скорее всего, не получится за это время у Virtus.pro. Не так много урона по зданиям пока что, пока снайпер не получил хороших артефактов. Ну, наверх, наверное, есть смысл идти у снайпера ускорения, и почти все там не считают на Вандерлорда. Можно попытаться. Тем более на защиту НП не идут, не спешат. Там телепорты были какие-то потрачены, у кого телепортов вовсе нет. Да, все-таки одну вышку смогли Virtus.pro сломать. Да, да. Притом у Рамзеса там Mask of Madness, и мы понимаем, что в будущем какой-то Рошан должен падать. Да, обязательно. Обязательно нужно забирать Рошана, если у тебя в пике Урса только в данный конкретный момент этого сделать не получится. Соперник все-таки контролирует карту как-никак, и у НП в Рошпит очень хорошие есть способности, которые можно скинуть Эпицентр, там станции Энппинга. Слишком много урона, да. Да, есть еще и Эклипс наверняка появится очень скоро, поэтому если ты Рошана и хочешь забрать, то нужно это делать очень-очень осторожно. Либо после какого-то пик-оффа легкого, там со смоука выйти, кого-то убить, либо после драки какой-то крупной, где выживет Урса. Тогда можно, да, действительно. Выход вниз. Посмотрим, от кого тут бегает. Сатир. Бегает Сатир от команды Энпелила замедлилил, глимсует назад, ставится Bit of Malice. Луну пытается убить, но Луну, да, начали убить, увидели просто по центре и убили довольно-таки быстро. Хорошо, что в центре оказались под рукой Энппинга от Malice и больше детекшена нет. Рядом находился Варлок, но просто ничем не смог он помочь своему керри, у него не было маны, чтобы скинуть голема. Он подкинул фаталки. А, возможно, кстати говоря, поэтому маны-то его и не было, потому что он кинул фаталки, и ему не хватило маны на ультимейт. Хотя, кто знает, помог бы там этот голем или нет. Атакой он остался, Луна сейчас воскреснет, там не такой высокий уровень, можно будет пойти сейчас Энппи повоевать 5 на 5. По крайней мере, за центр можно будет сражаться. Да, вот Виртус Про хотят как-то на центре проявить агрессию, а Энппи могут там повоевать. Нет у ульты под мы, к сожалению, можно было бы как-то в спину попытаться зайти, учитывая то, что у Виртус Про тут в центре вардов-то особо-то я и не вижу. Да, центре варды кончились, все центре ребята потратили, там пошел... Ну, Лил хочет глимсануть и глимсует. Кинотек Филл, правда, нет маны, не хватает, и отличная работа, самгинг просто укапывается. Да, причем он довольно-таки забавно откопался, если ты обратил внимание, он использовал подкоп. Ну да, то есть он попал в Питов Малес, его задизейблило, но из-за того, что он очень вовремя Бороу Страйк скастовал, он оказался вот практически в том же месте, где он и был. Кстати, Орса купил себе Мом, вот Масков Мэднес, артефакт по мнению какой-то недооценённый, слишком мало мы его видим, вот новый Масков Мэднес, почему так мало его покупают? Сейчас стали его покупать чаще, например, на Врейс Кинге можно Масков Мэднес купить, потому что что в Рейс Кингу нужно? Он сейчас дает Сайланс, да, этот Масков Мэднес. Ну, ты дал станы, пошел, в общем, бить. Да, и, например, на Асвейне можно тоже его приобретать. На Луне мы видели от Лога. На Луне тоже можно, да, много на самом деле, кто покупает Масков Мэднес на Луне, потому что действительно ускоряет фарм весьма серьезно этот артефакт. Вот, а на Урсе на самом деле он стал, как по мне, немножечко хуже, потому что у Урса все-таки, как ни крути, три активных способности и Сайланс, который на тебя накладывает Масков Мэднес, ну, не очень смотрится. Вот старый Мом, по-моему, для Урса больше подходил. Ты получал больше дэмэджа, но ты нажимал вовремя ультимейт, и ты не ощущал дополнительного урона, вот этого вот от Берсерка. Вот, а сейчас ты урон не получаешь дополнительный, зато ты получаешь Сайланс. Для многих героев это хорошо, но вот для Урса это, мне кажется, не очень. Но, тем не менее, Мом на Урсе хорошо смотрится, как и в прошлом патче, так и в этом. Да, Равзов еще и с Блинкдайгером, файт на колодце, подцепили Лила, пытается его быстро убить, залетает еще и стрела, 5-секундная, да, тут Лила убивать должен. Хотя посмотрим, рядом-то находится колодец, может быть успеет его подключить, даже без колодца убивать спритбрекера Лила добить не сумели. Хотя, казалось бы, саппорт такой вот позиции, пятый, самый тоненький среди всех игроков команды БП. Они ничего не видели, что происходит дальше, они такое ощущение, как будто просто боялись зайти и убить этого Дисраптора, на самом-то деле они могли туда зайти и Дисраптора убить, потому что некому было активировать колодец. И вот убив Дисраптора, потратив на него побольше скиллов, ребята могли бы потом отступить, но они побоялись, в итоге потеряли скритбрекера, да еще и... Как же быстро, МСС Эпицентр дает, подкоп есть, также и Голем пошел по троям, эклипс от Луны, Дисраптора в итоге убили, Салла также убили, пока размен 2 в 1, ну и остальные БП должны уйти. Нет, слушай, погибают, еще и Варлок, там Рамзес 1 на 1 справился, Рамзес готов врываться еще, Рамзес сможет МСС убить буквально с двух ударов, находит МСС, а есть подкоп от МСС, а МСС должен бежать, есть у него Блинк, да, МСС уйдет, ну и ВП также разойдутся. Смотрим Пайт Рекап по итогу, это битвы, 2 в 2, разменялись. Должны сейчас Виртус Про дождаться своих персонажей и сломать вышку на центре, поскольку нет ультимейтов у НП, а вот Виртус Про свои ультимейты потратить не удосужились, разве что Урса прожимал ульт, но... Это не критично, он уже есть. Он уже есть, действительно, и к тому же Блинку у Рамзеса тоже уже имеется, поэтому можно даже прям за вышку запрыгнуть и воевать. Виртус Про должны сейчас искать драку, а НП следует отсюда уйти. Вот Ренви пытается спамить стрелой, как-то защищает Болема, чарж от Роуза, ну в общем, по-моему, это опрометчивое действие. Кстати, Шторм отлил, оставится, Кинга пытается подцепить, но урона не хватает. Правится Рамзес, нажимает ультимейт, Роузу убили, пока размен на 9-0 нажимается Меха от Паши, ну и просто ВП нужно бежать, потому что Паша очень побитый. Отличный подкоп по троим, моментально убивает троих игроков команды Виртус Про, ребята из НП. МСС просто спас эту драку своим тройным подкопом. Да и не только, смотри, еще и Рошана, вот это очень плохо, если Рошан упадет, потому что и так драка была по деньгам провальная. Мы видим, сколько и опыта и золота получил Американоканадский коллектив. Да, очень странно, как по мне, драка для Виртус Про, они должны были тут сильнее, но вот МСС все-таки перевернулся с ног на голову своим Бороустрайком. И очень не хочется отдавать Рошан сейчас, поскольку у них есть Урса, и как бы Урса должен забирать Рошана, так мы привыкли. Обычно так и происходит, поскольку он делает это крайне быстро. А вот ребятам из НП понадобилось пять героев, чтобы этого Рошана забрать. Слушай, хотят Виртус Про драться, смотри, есть глимс, подсыпили Роуза, Роуза, ну, должны убивать, конечно, он просто отсюда не уйдет. Млайт нажимается, но толка этого мало. Ну, НП отделались легкой кровью. Потерять спиритбрейкера взамен на полученное золото и опыт с Рошана и Аегис, конечно же. Плюс ты еще этот Аегис не отдаешь Урсе, что тоже очень важно. Потому что в любой удобный момент Виртус Про этого Рошана бы смогли убить. Но башню, видимо, придется отдавать. Все-таки еще нет Эклипса, нет Голема. Да, тем не менее, Виртус Про чувствует, что они сильнее. Пока нету Голема, пока нету Эклипса. Ну, вот, правда, сейчас появляется Эклипс. Хотят им добить эту вышечку. Ау, и динает вышку. Ну, да, теперь, наверное, нужно отойти. Тут не за что драться Виртус Про. Нужно отойти по памяти. Появляются уже первые таланты у основных героев. Да, вот чем еще приятен Дизраптор, это то, что у него на 10 уровне есть талант, который прибавляет ему ГПМ. Саппорты, которые имеют подобный талант, они весьма востребованы. Да, ну и Виртус Про сейчас незачем искать драки, просто потому что у оппонента есть Аегис на Луне. Драться будет очень сложно с таким соперником, поэтому лучше все-таки немножечко пофармить. Да, и Ауи уже перегоняет своего оппонента на позиции Кэрри, Рамзеса. Не много, но все-таки это Луна, которая будет фармить все быстрее и быстрее. А он и будет его перегонять. На Луне фармить проще, чем на Урсе. Вот есть два героя, которые являются рейнджовыми и которые быстро очень убивают крипов за счет своих пассивок, да. Это Луна и Медуза. Поэтому у них и иллюзии очень приятные. Ну, у Луны на самом деле самые приятные иллюзии, на мой взгляд, поскольку сплитшот все-таки он снижает уроны, плюс еще и от иллюзий. И там, в общем, в процентном соотношении иллюзии и Медуза наносят очень мало дэмэджа. Тебе нужно много артефактов приобретать. А вот иллюзии Луны, они поэтому и сильные. Глейвы, они немножечко по-другому работают. Поэтому, собственно, комбинация Shadow Demon и Луна, она такая и сильная. Видно, что хотят Айегис, у них все ультимейты есть. А все-таки кулдауна, но ультимейты там не маленькие, но практически у всех. Луна, Варлок, Мирана, Асун Кинг. И сверху уже кого-то нашли, это Рамзес пытается наулететь и успевает. Он и тут пытался выбрать позицию, чтобы застанеть Рамзеса, но находился Рамзес в пачке грибов и не получилось, не получилось. И ВП, смотри, хоть у противника имеется Айегис, выходит с макав четвером без Рамзеса. Это, кстати, довольно рискованно, Рамзес далековато, он придет через секунд 20. То есть это будет битва, возможно, 4 в 5. Но они хотят кого-то одного найти, да? Но это Ауи, не лучшая цель. Ауи, еще Монлайт, уходит Глимс неудачный. И все, надо уходить, ВП моментально. Что-то и делается, телепорты с телепортом. Нет, все-таки нашли Соло, Соло будет погибать. Гигант неудачный, Соло продают. А то это бесплатно. Выбить Айегис Луни, конечно же, можно было бы, но ребята находились в слишком плохой позиции, и Глимс плохо сработал. Ауи очень слабо. Да и не Луну они, наверное, искали. Все-таки они искали там, не знаю, Варлока какого-то. Ну, лучше, конечно же, было бы убить Варлока. Но если бы ребята выбили Айегис Ауи, НП не смогли бы чувствовать себя так уверенно на карте сейчас. С другой стороны Айегис пропадает через полторы минуты. Правда, за эти полторы минуты НП могут попытаться две вышки сломать на центре. Да, первый-то уже падает. Или переместиться на топ, там тоже есть Тир-1 вышка, и с ней как-то проще справиться. Ну, он внизу опасно, есть разгон, надо какие-то телепорты, пошли два телепорта, но очень много урона. Успеет ли убить быстро? Есть еще и пиццентр, Сенкинг шикарно врывается, убивает Нуна. Еще и подцепили Пашу, Паша, неплохая связка. Паша пока живет, Паша под урной пытается уйти. И Паша должен погибать Эклипса от Луны, Рамзес подрубает урона, он не получает, но бьют Лила. Бьют также и Соло, но идет Ауи просто под Айгисом. Один, воевать, Лил под Бимом. Лил пытается жить под урной, также находится. Ну и Ауи, слушай, может быть Ауи убьют? Ауи до конца идет, выбивает с него Айгис, но очень побитые. Очень побитые ребята из Virtus.pro. Рамзес будут врываться, есть оверпауэр, закрывает Ауи. Ауи до конца одного убил, второго успеет ли убить, не убивает. Рамзес делает убийство вместе с Лилом. В итоге драка отличная для Virtus.pro. Это еще не конец, еще СВГ-то нашли, глинсует его назад, Рамзес начинает бить под маску Madness. И остается один удар, он сделан, Рамзес делает уже восьмого биста за всю карту, 8.03. И шикарная драка для российского коллектива. И сейчас еще можно использовать алтарь и выйти куда-то подраться, либо попармить, не обязательно. Надо идти, кулдауны, смотри, все кулдауны довольно приличные. У Орлока там 100 секунд, у Луны 90 секунд, эпицентра нет еще 50 секунд. И вроде как сейчас ВП могут уйти, а не будут сильнее. Кстати, к Шторму побыстрее все-таки кулдауны, нежели чем Эклипс и Ультимайт Варлока. Поэтому, да, Virtus.pro могут попытаться сейчас либо какой-то смок использовать, либо, ну, просто пойти на бота и сломать вышку там. Она не сильно, не сильно там стойкая, мало здоровья. Можно навалиться на нее как следует и с ней разобраться. Ну, в целом, слушай, 20 минут прошло и такая равная, то-то нет команды, которая явно сильнее или слабее. У нас нет игры в одной ворота, хотя в ВП всю игру ведут там, то 2000, то 3000, но минимальное преимущество, но оно все-таки есть. Три ключевых персонажа Virtus.pro занимают вторую, третью и четвертую строчки в табличке Нетворсов. Как правило, в таких ситуациях можно говорить то, что команда лидирует. Да, у Луны больше всех денег, но она отрывается всего лишь на тысячу золота от кэри Virtus.pro. И в целом, два остальных, скажем так, главных героя нашего коллектива, они, в общем-то, довольно-таки неплохие деньги имеют на данный момент. А Underlord становится все крепче и крепче. Вот у него сейчас Мека, он сейчас доделывает Пайп, но ей Клинс будет не так страшен. Самого Underlord убить тоже будет очень сложно. Впоследствии можно купить какой-нибудь Кримсон, который, на мой взгляд, в этом патче еще лучше смотрится, нежели чем в прошлом, поскольку, во-первых, он... Ну, знаешь, вот с точки зрения математики и теории вероятности, да, там, что сделали? Увеличили в два раза урон, поглощаемый Кримсон Гвардом, но сделали так, что этот урон поглощается с вероятностью 50%. То есть на большой дистанции, если ты наносишь, допустим, 100 атак, ты примерно одинаковый урон поглотишь. Вот. Но на самом-то деле драка так не строится, атак всегда меньше, и тебе может либо повезти, и ты сможешь, там, допустим, первые, там, две или три атаки поглотить, и потом уже всех уничтожить. В итоге просто драка не дойдет дальше. Рамзес врывается на Ауи, нажимается на лад, здесь не будет детекшн, врыв, есть контур, Рамзес нажимает Блэкин Бар, надо бить от кого-то, Статик Шторм, Кератик Филд, Луну подцепили. Луну можно убить очень быстро, убивает, тут-таки спритбрекера, пошел голем, Рамзес в него не попадает, Ауи, нет детекшн у него, Ауи уходит буквально на 500, здоровье Аппицентра от Сенткинга. Нун под Меккой живет, поцепил бандами, пытается уйти, Нуну очень будет трудно уйти. Статик Шторм убили, Нуну на размер пока 2 в 1, ну и конечно тут МСС они должны прочать, есть у нее подкоп, МСС подкапывается. Блинк через секунду, МСС должен упрыгивать, упрыгивает, делает телепорт, есть Курьер, дает информацию МСС, добить не смогли, но есть Глинцы, МСС с базы за счет назад. Это очередной тракт для команды ВП, на самом деле ВП тут могли подраться еще жестче, иллюзии Луны продолжают атаку, Лил живет, подурный живет. Могли еще и Луну забрать, но столь феноменальная инициация от Виртус Про не закончилась фрагом вражеского кэрия, просто потому что не было детекшена. Не видели, не видели Луну, Луна ушла в невидимости, на этом все, да, то есть может в будущем стоит задуматься о покупке больше дастов, либо гем какой-то купить. Даст это как... Даже Рамзес может себе позволить купить, у него есть место, чтобы купить. У него есть даже, ну два, нет, наверное все-таки у него один слот, ему нужен слот по телепорту, можно продать про Мэншилд и... Ну и рюкзак есть, если что. Ну да, там перекладывать, конечно, придется, и не сразу будет активен даст, но все равно, урсе, мне кажется, можно было бы действительно купить даст, просто потому что ты всегда находишься на передовой, ты всегда дерешься, дерешься в упор, и поэтому иметь детекшен очень важно, чтобы Ауи больше так не уходил. Да, потому что ушел, там буквально 200 здоровья. Появляется невероятно быстро Рошан, там буквально таймер 2 секунды, показалось после минуты определенной, это невероятно, даже ВП это не проверили, они не верят. Это на руку Виртуз Проб, они не верят даже, что у нас так быстро есть. Да, голем был использован в последней драке, и можно, ну, либо спровоцировать драку какую-то на вражеской территории, а можно просто, может быть, даже как-то выйти в Рошана, чтобы Урса один бил Рошана, а вся команда охраняла его. И тогда у НП не будет получаться как-то зайти туда и помешать Виртуз Проб. Выход от НП. В меньшинстве АВП находятся, они только лишь здесь вдвоем, но сами НП не в курсе, кто здесь находится. У них нет ни вардов, нет никакого вижена. Варлок, кстати, по-прежнему не купил Мидас. У него были деньги, он копил на Амидас, судя по всему. Видимо, уже не купят, я подозреваю. Да, в последний момент он купил себе Арканы, и вот книжки начинает покупать. Левел, конечно, Варлоку нужен хороший, потому что големы с каждым левелом становятся все мощнее и мощнее. У них здоровья становится больше, их убить тяжелее. Что, пойдут ВП куда-то? У Нуна, кстати, на подходе. Блокер-бар, два БКБ, это очень будет сильно. Мы видели, что Рамзаса под БКБ убить будет нереально трудно. Потому что Рамзас нажимает БКБ, нажимает Тритимейт, он там в определенное время просто не уязвим полностью ко всему. В Virtus.pro на самом деле некуда торопиться. Если они не допустят ошибку и не попадутся на какой-то смоу-ганг, хай-граунд они смогут очень долго защищать, потому что у них снайпер есть. Ну а при наличии артефактов у Virtus.pro, как мне кажется, пик тоже будет достаточно сильным в лейте. У НП такой вот один сильный ДПСер. Лейте, это Луна? Не успевает НП. Монлайт нажали слишком поздно. Лучше слишком поздно, и в итоге, когда пришли на Рошана, его уже не оказало. Ставится сентри. Плинкал своевременно от Урсы. Успевает, правда, суети. Не получит стрелу. Ну и сейчас ВП. Вроде как с Айгисом, но у противника имеются все ультимейты, не считая только лишь того Монлайта. То есть и Эклипс, и Голем, все в наличии. Ну, Монлайт это тоже достаточно серьезная способность. Мы уже это видели. Да, как мы видели, за эти 26 минут не раз она спасала жизнь игрокам НП. Просто потому, что у Virtus.pro... Ну, у них либо нету детекшена, либо детекшен на таких героях, которые стоят сзади и не могут подойти поближе. Например, на Дизрапторе. То есть он там где-то сентри вард поставил, игроки разбежались в разные стороны, вышли за Кинетик Филд, вышли за Питов Малис, и ты их просто уже не видишь. А подойти ближе соло просто, наверное, соло или не могут. Боятся НП подходить. Отдают башню бесплатно, никак не защищаются. Понимаешь, что сейчас ВП могут выиграть, еще одну битву выиграть в целом карту. Да, НП-мешка зажимаются. Боятся выходить. Да, ну и мы видим то, что Паша как раз-таки Кримсон не покупает. Он великолепно будет работать против Пика НП, против Луны. Плюс, если возникнет необходимость защищать хайграунд, то Кримсон в новом патче еще и на здание действует. Так, если что. Поэтому действительно артефакт стал намного лучше. Да, фарм Луны как-то вот не то чтобы остановился, но вот очень долго Ауи покупал эту Пику. У него Манта и Драгонлендс были долгое время, но вот он пока эту Пику, собственно, насобирал, у него больше ничего не прибавлялось. У него сейчас на руках денег много, но до Блэкинг Бара ему еще нужно будет пофармить, а Виртуз Прой идут в атаку прямо сейчас. Их ничто не сможет остановить, они забирают очередную Т2-вышку, могут переместиться на боты и сломать Т2-вышку там для того, чтобы забрать все алтари. А могут просто идти на Т3 и заставить соперника выйти из собственного леса, ну из леса берут Успро, естественно, и защищать свой хайграунд. Так, наверное, и следовало бы поступить. Ну тут еще такой вот интересный вариант, просто пока у нас идет чужой лес, тут Роу стоит, его не видно, или видно. Его заметили, да, нажимается Монлайт, но тут кореньше Булдетекшн, но и без него вполне справляются. Ребята из БП. А Спиритбрекер, кстати говоря, покупает Некров, что самое забавное. Давай расскажи, практическое применение этого артефакта. Ну, новые Некра стали сильнее, потому что Моноберн стал опасней на рейнджовом игре, но, честно говоря, я такое вижу впервые. Обычно Спиритбрекеры... Энви, 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 господи. Пытался, видимо, Курьера забрать, но не получилось у него это сделать. Сказать, в своем стиле, но немножко не хватило, да. Боялся прыгать, прыгнул бы раньше, скорее всего, убил. Ну, я могу предположить только то, что Аура Спиритбрекера дает еще мувспит, наверное, да? Интересно, интересно, по-моему, не видели. И они будут просто быстрее бегать, ну, ты их направил там, допустим, на Дизраптора на какого-то и все. Ну, на самом деле у тебя много дизейблов. Ты врезаешься с чарджера, допустим, в Дизраптора, вызываешь Некров, даешь пару ударов, если не пробует башу, и юзаешь ультимейт, и за это время ты Дизраптора точно съешь. А вот с какими-то другими артефактами ты его убить не сможешь. С Некрами ты можешь делать фраг в соло, ну, вот на таком слабом герое, как Дизраптор, как вариант. Но, опять-таки, так же практически никогда не бывает. Если ты используешь чардж, ты можешь попасть в Глимс, ты можешь попасть в Статик Шторм какой-то. Ну, ты приземляешься прямо на этого Дизраптора, попадаешь в Статик Шторм, и ты в итоге больше урона будешь получать от всей команды. То есть, таких вот локальных стычек здесь, мне кажется, уже не будет. Поэтому Роузу, может быть, было бы лучше купить, ну, либо Мидос, опять-таки, надеясь на то, что эта игра будет очень длинной, а Virtus.pro могут надеяться, что эта игра будет очень длинной. Ну, либо начинать там с Black King Bar какого-то, или там с Blade Mail. Здоровья у Spirit Breaker очень много, мы видим то, что у него урна и пояс на силу, и у него уже полторы тысячи здоровья. Что-то будет внизу, что-то будет внизу, прилетает тут вся пачка Virtus.pro, нажимает Ауи, Black King Bar вынужден нажать, иначе бы просто погиб здесь моментально. Его бы глимсанули, скорее всего. Есть голем у СПГ, прибегает Братрум, есть неплохой голем по троим, и клипс пошел от Ауи, можно убить Лила, Лила уходит в Глиммерке, приедет никого детекшена, начинает биться Underlord, Underlord под ампицентром еще придачу. Наконец-то смогли его убить, Лила также таки смогли убить, но АВП остальные просто уходят, решили бросить своих союзников. Хотя, может, Бурска это контратака, все-таки все способности потрачены. Black King Bar также нет, а тут у ребят все есть. Но пока Монлайт побежал спритбрейкер на Нуну, Нуна еще имеется, Аегис, шрапнули от Нуна, толкает сам себя подальше, ближе к башне, Соло также побит, и Незерстрайк по итогу по Соло, подходит сюда голем, начинает бить, врывается Урса, получает бим, только сейчас нажимает БКБ, возможно, это ошибка, Тагарамзес мог бы сделать быстрое убийство, не вышло. Типуза на СПГ, пару ударов СПГ погибает, Рамзес уже очень сильно просел, пока ультимейт нажать не может, начинает бить голема, не вариант, Рамзеса подкопали, ультимейт все еще не нажимает, Рамзес только сейчас его использовал, поздновато, но живет, бим, 200 здоровья остается у Рамзеса, Рамзес погибает, все-таки отдает свой стрик из 10 убийств, и НП выиграет битву. Крайне несвоевременно кончился Аегис у Нуна, если бы он смог его разменять на полное ХП, то есть если бы он погиб где-то раньше в драке, он бы возродился с полным запасом здоровья и маны, и он бы тут, наверное, смог бы еще пострелять, но НП очень несвоевременно для Виртус Про напали. Хорошо выдержаны тайминги в НП. Дождались, да, нажали во время Маллайт, последующие вышли, добили. Ну вот и первая пачка некров у Спиритбрейкера, посмотрим, сработает ли этот билд, такой весьма своеобразный, самобытный, специфичный на Спиритбрейкере. Может быть и получится. Видим, что Ауи, конечно, пригоняет теперь на довольно серьезную сумму своих оппонентов, там все-таки был стрик серьезный. Смотри, Ауи тысячу золота получил. Только, только он купил Блэкинг Бар, и вот у него уже на подходе потерпляет. Это сильно. А с Бабочкой будет очень тяжело справиться без Манки Кинг Бара, который... Ну пока его в планах нет. Пока не на что купить, его просто не на что купить. Ну, он дофармливает БКБ, а Рамзес недавно приобретал артефакты, поэтому золота у него нету пока же. Снова, разумеется, кулдаун на НП, они пока будут дожидаться, хотя они так уж много, полминута остаются дожидаться до голема, и можно будет идти в бой, бегая терми по чужим лесам. Руны здесь не нашел. Что у нас по таланту нового, это разглянем, что есть интересно. Снайпер скоро уровень 20, там будет какой-то вариант 25 кулдауна уменьшить, либо 8 армора. Проглядим, что выберет. Пока БКБ появляется у Ноуана. Андерлорд очень высокий уровень, кстати, имеет 18-й. Паша пока что погибает вот самым первым. Так получается, что самый-самый стойкий герой команды Virtus.pro умирает первым. И после этого, конечно, очень сложно драться Андерлорду. Все-таки, с одной стороны, приятно получать урон, потому что у него есть пайпы и гривзы. То есть его значительно сложнее пробить, нежели чем другого какого-то персонажа в ВП. А с другой стороны, ему нужно подольше жить в драке, поскольку его скиллы имеют низкий кулдаун и достаточно высокий урон. Ему нужно постоянно ими спамить, постоянно дизейблить и наносить дэмэдж сопернику. Плюс он имеет ауру, которая выкачана уже в четверку, и он очень серьезно снижает урон входящий... Точнее, не входящий, а исходящий от НП. Особенно вот Луни, в которой много статов и достаточно неплохой белый урон. 200-206. НП, кстати, очень круто выходит. Все правильно они делают. Это Рамзеса могут найти. Рамзеса, пока БКБ не сжимает. И зря получает очень много урона, получает немало станов. Пока БК не сжимает, он сжимает БКБ Ауи под Эклипсом. Но тут все под блокинбарами, совершенно нет урона от Ауи. Эклипс залетает просто в никуда, по крипам. Будет ли контратака? Да, есть Глимс, есть Битов Малайз. Луну пытается очень быстро пробить. Еще Эпицентр, но больше Луну никто не бьет. Луну уходит. Луну живет на 700 здоровья. Ауи отсюда просто уходит из этой битвы. Рамзес без ультимейта. Теперь ему можно быстро убить. Рамзес очень побит. Рамзеса убили. Слил также под бит и по тихим замедлениям. Роуз разгоняется на Нуна. Нун пока расстреливает. А Нун-то расстреливает. Так, Нун начинает стрелять дальше. Роуз ассасинейт погибает. Тройное убийство от Нуна. Нун против Голем, против Энви. До конца против Энви. Есть Юл, но слишком поздно погибает. Все-таки Нун. МСС. Может боевать, наверное, и до конца. Есть у него потом. Тут еще есть с кем драться. У Андерлорда 60 дополнительного урона за счет его пассивки. Он очень сильно режет. Особенно под Солар Крестом, которым Огромаг дизейблит. Энри. Опасно прыгал. Он не попал по Огромагу Старшторм. Возможно, это будет ошибка критическая. Да, связали Мирану. Мирана есть только стрела, а нет липа. Получает фаербласт. Погибает. Этернал Энви. МСС остается один. Подкопа у него нет. Зато есть Юл. Можно будет его использовать. Вот так вот дает Юл. На противника, дабы не получать фаербласта, МСС должен жить. Да, подкоп уходит. Очень быстрый Сенткинг. У него много артефактов, которые позволяют ему уходить из драки. Ну, МСС, конечно, наверняка очень долго держал соперников в дизейбле. Он дал шесть бороу-страйков за эту длительную драку. И в итоге мы видим то, что Вертус Прова вышли победителями, конечно. Что здесь у них больше героев осталось в живых. И Огромаг пережил это сражение. В итоге он получил достаточно неплохой левел. У него уже уровень 17. Ондерлорда уровень 20. На 25 уровне он может взять 50 хп регена в секунду. Это достаточно серьезно. У него и так уже почти 20, да? У него и так хп реген достаточно хороший. А с Кримсон Гвардом вообще 26,8. У него так, по-моему, было там почти 20, да? Он принес себе Кримсон Гвард, который состоит из Ring of Health, который дает хороший хп реген. В общем, в сумме у него будет действительно очень высокий параметр регенерации здоровья. Смотрите, что себе Варлок купил все-таки. Это рецепт на Медас. Сейчас он погибнет, конечно, на боте. А Медас не успел нажать. Если бы успел, все было бы хорошо. Да, его нужно было раньше покупать. Вот он купил эти Аркантапки. Да, я могу понять, что тут Аркантапок больше ни у кого нет. И все-таки на одном герое всегда нужно иметь Арканы, чтобы команде раздавать еще ману. Но все-таки он мог этот Медас купить намного раньше. Минут на 10 раньше, если бы играл чуть-чуть аккуратнее и не покупал Арканы. А 10 минут игры с Медасом очень серьезно дают тебе в ГПМ. Последние внешние башни пойдут в команды НП. Тебе можно приступить к колодцу. Что-то и делается. Ну и ждем Рошана. Я думаю, на Рошане как раз-таки что-то и будет. Вот он появляется. Команды НП об этом знают. Тут Сатир. От Доминатора Луны. Скинга, конечно, очень сильно талант на 10 уровне. Стоит золота в минуту. МСС. Чем дольше будет играть, тем больше у него будут артефактов. Так, у него артефактов предостаточно. Выбор между 120 ГПМ и тремя сотнями с половиной здоровья, в принципе, очевиден на Скингу. Тем более сейчас можно много хороших артефактов купить. Еще и появился рюкзак, в который ты можешь вкладывать какие-то вещи, которые можно там перекладывать. Ты, например, использовал, там, рефрешер приложил обратно. Вместо него там, там, БКБ, допустим. БКБ тоже можно перекладывать, когда ты его уже использовал. Как вариант. НП нужно как-то добираться до снайпера. Если снайпер живет, то он уничтожает абсолютно все. Ну и пока ВП не планирует покупку Манки Кенбара, я вот смотрю, что у снайпера тут в скаде. Готовый так Луну убивать. То, что хватает урона. Если у Луны кончается Блэк Кинг Бар, все-таки магии много у Виртус Про. Видимо, надеется на то, что, да, Ауи свой Блэк Кинг Бар где-то потратит, его смогут задизейблить и убить. А сверху пока в смаках команды Виртус Про. Рамзас готов рваться, но у них... Нет, видишь, они не знают о том, что там кто-то находится, в принципе. Ну и НП нажимает Мудлайт. Также об этом команда Виртус Про не знает. Тут пока Рошан. Рошан, мы знаем, сурсы падают очень быстро. Но спинтли. НП в курсе, что Рошан умирает, потому что там стоял маленький Сатир, который всю эту ситуацию спалил. Стрела. Прилетает. Пяти секунд до пандра лорда. Рошан в итоге остается живым. Не успели ВП его убить. Смакак Санкин. Ну, Рамзас может этого Рошана убивать в Солбер. Вспро должны тут просто создать видимость какой-то драки, выиграть немножечко времени. Подков Мейма. Хорошо. Шанс для ВП сейчас этого Рошана убить. Еще одна шрапная полетела. Ну, слушай, видимо, отдают стрела. Еще одна полетела мимо. Рошан почти упал. Рошан падает. Аэгис для команды Виртус Про. Сыр также достается ребятам из ВП. Ну и все. И они перешли. Просто уйти. Есть Глимс. Не совсем удачный. Лил никого подцепить больше не сумел. Сенайт Варлок. Варлоку тут нашли одного. Варлоку нужно бежать. Соло под Глимир Кейпом. Стэн Шторм от МСС. Такая позиция интересная у РП находится просто. Они просто разбегаются. Они понимают то, что СВГ спасти они уже никак не смогут. У него нету каких-то артефактов для спасения. И телепорт в дулдауне, поэтому СВГ погибнет. А РП просто разбегаются по карте, чтобы толкать линии дальше. И заставлять игроков ВВП стягиваться. Ну, в действительности, телепорт может сделать только Паша. Там, поспамить фаерштормом и вернуться на телепорте обратно. Ну, или, например, наоборот, всю свою команду привести. И потом... Ну, или как-то вообще все ВВП сделают телепорты. Защитят свои вышки. И потом телепортам Underlord вернуться близко к хайграунду НП. Улетает РАМД, заслала на центр. 27-20 счет за 39 минут игры. Взглянем на графики. Тут около 8000 в пользу Virtus.pro. И около 7000 в пользу ВВП. По игре НП еще ни разу не вели. С нулевой минуты они всегда отставали на какое-то количество золота. В Скаде появляется ОНУ-1. Ну, теперь все. ОНУ-1 очень много здоровья. Пока оно еще не долетело. Замедление, разумеется. Ну, а как ты говорил, что быстро к нему прийти, то можно его и быстрее убить. Контакт на бою. Ну, его нужно как следует все-таки уже... ...дамажить, потому что не хватит урона, если там какой-то Spirit Breaker только до него добежит. Spirit Breaker мог бы снайперу мешать бить, если бы у него был бы Black King Bar. Он мог бы просто сесть ему на шею и руками там как-то его ковырять, чтобы там баши прокали, там ультимейт ему какой-то дать. Чтобы он просто не бил какое-то время в драке. Но Spirit Breaker предпочел купить Некра. И теперь вот мы видим то, что до Black King Bar ему еще нужно копить-копить. Да, при том купил, наставил одни, хотя изначально, видимо, планировал купить сразу третий Некра на механ. Ну, ты БКБ, кстати, понял, что третьими Некрами тут уже не отделаешься, тут нужно просто покупать... Вот БКБ Блэйдмейл. Делаешь чардж снайпера, нажимаешь БКБ, Классический вариант. Да, чтобы тебя не задизейблили, не глимсанули обратно. Ты просто даешь чардж, даешь ультимейт и бьешь руками снайпера. Ты его не можешь убить, но он, по крайней мере, не убивает твою команду. По крайней мере. А потом уже ты можешь как бы взяться за него обеими руками. Начинается осада, уже пол башни на центре упала. НП пока ничего не мог сделать, все-таки это герой с Аегисом. Разгон на соло, видимо, может быть, соло и начнут. Нет, просто отменять разгон. Там Некрономикан так-то пушит, и башня почти внизу упала у ВП. Хоть и вторая по этой линии, но все-таки Некрономикан, вот от них польза. Вот она появляется. На центре также башня упала у команды НП. Тут сейчас бараки будут подойти. Да, это нюанс неприятный. Возможно, спиритбрейкеру был даже смысл оставить этих Некроп для того, чтобы побольше ресурсов не в центре. Прейд, подкоп на Нуну. Ну, напомню, у Нуна имеется. Аегис полетела стрела мимо. Может быть, дождаться в Виртус-Про появления Манкикинг Бара? Он уже летит для Рамзеса. Заменить там, не знаю, фейсбудс. Ну, дождаться точно следует, но этот... Ну, Манкикинг Бар, он приедет очень быстро, а отходить в Виртус-Про не собираются. Раньше снайпера просто громад. Да, соло под Вилдером просто идет, и ему на все абсолютно наплевать. Ворона по Нуну, пошел так же Голем, врывается Рамзес, как же неудачно. Просто под Голем нажимает ультимейт, Рамзес пока не использует Блокенбар, только сейчас его нажимает. Эклипс от Луны, Ауе, надо как-то фокусить. Рамзес начинает бить Ауе, как же больно, Ауе. Пару ударов надо сделать. Убили Луну, Луна выкупается моментально эпицентр Асен Кинга, можно убить Соло. Соло, Соло пытается убить, Соло убили, снайпер выбили, а Егис пока живет Рамзес. Сейчас Нун под ПКБ убивает Варлока, но и Нун пытается улететь, будут ли баши от Роза, баши нет, и Нун улетает живой на базу. Но вот правда не факт, что идет отсюда Рамзес, да. Шел до Энви до конца, но, как я понимаю, снова не было видимости. Просто не видел Энви, отрастался на 150 здоровья. Каким-то просто чудом Энви смогли выиграть эту Драку, хотя у Виртус Про было элементарно больше. Байбэк, байбэк, я думаю, повлиял все-таки на то, что Энви выиграли Драку. А Луна выкупилась, это, конечно же, тоже немаловажно, но Виртус Про, скорее всего, свои байбэк... Хотя, непонятно. Урса байбэка нет, снайпер, ну, как ты говоришь, может защищаться. Да, у Виртус Про байбэков нету, но Энви до этого не знают. Не знают. Их задача сейчас заставить Виртус Про выкупиться, но они не знают то, что у них нет байбэков. На горке и отстреливают и тебя, и всех твоих крипов, и любви. Убить строения, вот эти внешние, и после этого пойти на колодцы, то есть, не только вариант. Это тот минимум, который Энви могут сейчас сделать. Ну, вот Роуз вроде бы как смог свое БКБ дождаться, ну, дофармить свой Блэкинг Бар. Вот, видимо, для этого он там некров на боте использовал, чтобы разбить вышку, получить какие-то деньги, и вот ему вот прям... Еле-еле хватило на этот Блэкинг Бар, судя по всему. Вот, и сейчас после удачной драки и двух разломанных вышек, и алтаря, у него уже 3000 золота. И он, судя по всему, там покупает медальон. Покупает медальон. Ну, медальон тоже очень приятный артефакт для Спирит Брейкера. Можно повесить загрейженную медальку, сделать Солар Крест, повесить Солар Крест на Снайпера. У него МКБ пока что нету. На Урсу уже особого смысла вешать Солар Крест нет, потому что все-таки есть МКБ, а вот на Снайпера есть смысл повесить. Да и заставить его этот МКБ покупать тоже, наверное, нужно. Но, правда, он его уже покупает и без этого Солар Креста. Аганим появляется у Лила очень сильно. Все-таки тут и Глеймер, и Форстав теперь еще и Аганим. После этого, конечно, Блинкдайгер будет идеальным вариантом. И вот Лил теперь становится огромной угрозой для команды НП. Причем это не просто голый Аганим, который Соло пытался выформить на одной из карт против команды Винкс, что ли. С кем они вчера играли, я, честно говоря, не могу вспомнить. Ну, в общем, голый Аганим, он тебе дает, конечно же, сильный ультимейт, но этот ультимейт очень тяжело поставить. Потому что тебе нужно подбежать поближе, выждать момент и, ну, в этой ситуации ты можешь просто какой-то дизейбл получить и очень быстро погибнуть. А здесь у Лила есть Форстав и Глеймер Кейп, помимо всего прочего. И он пытается выформить Дайгер. Дайгер плюс Аганим на Дизрапторе — это один из самых сильных дизейбл в игре. Поскольку Аганимность этих Шторм не дает не просто использовать способности, а не дает еще и нажимать артефакты. Это Дум Паоя. Да, это Дум Паоя. Ну, Дум Аганимный, правда, еще и мутит способность. Ну, ладно. О, стрела попадает по снайперу 5-секундам. Тут Глеймер Кейп очень своевременно. Так же никого нет, но снайпера врываться не хотят. Есть раз Гоноролс, нажимает Блэкенбар. Врывается также Мирана. Пытается убить очень быстро снайпера. Не получилось, но он выживает. Ну, живет и начинает бить на развороте. Параллельно Ауи начинает бить просто с очень выгодной позиции. Врывается на гико пицентр абсолютно по всем. Там очень много урона по команде Virtus.pro. Погибает Дизрафтер. Очень побитый Соло. Очень побитый Нун. Погибает вся команда Virtus.pro. Только один Андролл пытается улететь. Паша улетает. Как же ворвался Сенкинг. Он переждал, пока все Блэкенбары закончатся. И только после этого прыгнул. Ну, и дальше вы все сами видели. На мой взгляд, МСС просто делает эту карту для своей команды. Начиная с того тройного Бороу Страйка в центре, который позволил НП захватить первого Рошана и так долго доминировать на карте. Вот заканчивая вот этим вот великолепным врывом с эпицентром. А ведь у него и Аганим скоро появится. Ну, конечно. Все-таки это третий талант. Это очень много золота. Да и, в принципе, мы видим, что Сенкинг много убивает. Не так много умирает. Фармит придачу. А вот и Аганим. Вот и Аганим, да. И нет снайпера 50 секунд. А вот без снайпера защищаться, конечно, будет не так просто. Напомню, что еще и Рамзес выкупился. Это тоже довольно важный момент. Если бы еще раз убить, то, может быть, игра и закончится вовсе. Ну и смотрим. Ультимейта, правда, у НП нет. Да, вот эта проблема. Нет ни Эклипса, нет ни Голема. Врывается вот так вот Сенкинг. Окей, Детераптор под Глиммер Кейпом. Успел Лил использует свой артефакт. Просто создает пространство МСС. Ну да, и башня почти упала. Готов Рамзес вырываться. Надо быть аккуратнее. Врывается. Пытается убить. Ау, и не получилось. Статик Шторм никуда от Лила. Лил не использовал Форстаф для того, чтобы подъехать чуть-чуть поближе и скастовать. Генетик плюс Статик Шторм. Очень так вот играют. Уверенно отошли. Решили не идти до конца. Зачем? Там уже появился почти снайпер. Убить еще один колодец. Ну и вот уже Луна после Сатаника. 3500 золота на руках. Спиритбрейкер уже есть деньги на Солар Квест. Он, в общем-то, его и покупает. А еще и Энви начинает потихонечку переквалифицироваться в физ ДПСера. Хорошего. Он и таланты соответствующие взял. Посмотри, там у него плюс 8 ловкости, скорость атаки, 40 урона. И он начинает вот после Аганима Блинка приобретать БКБ, Йолнир. Того и гляди. Там еще какую-нибудь бабочку. Хотя бабочка. Там уже два манчика Бара, а бабочка особо... МСС. Врыв на Пашу. Но не лучше. А цель слишком плотность. Паша будто убить до послезавтра. Поэтому смысла нет. Хотя смотри, пошел разгон. Там побежал спиритбрейкер на Лила. Неплохой вариант. Но все равно опасно. Слишком опасно. Не такая крутая позиция у НП. Да еще и нет двух ультимейтов. По графикам впервые за игру НП ведут. Вот эта драка стала решающей. Если вдруг команда в Юртиспро проиграет, то возможно эта драка будет глобальным в смысле проигрыша. Но пока еще рано делать выводы. 48 минут как-то пролетело очень быстро. Такая вот активная дота. 29-28. Счет. В общем-то счеты показывают все игру. Каждая минута этой игры держит в напряжении не только игроков, но и зрителей. Поэтому и кажется, что 48 минут идут, а такое ощущение как-будто прошло только там 10 или 15. Любая ошибка в Юртиспро сейчас может привести к тому, что они могут потерять хайграунд. Хотя они стараются драться на вражеской половине карты. Они уже который раз погибают под вражеским хг и не теряют свою линию. Ну а следующая ошибка может, в общем-то, к этому и привести. Появился Рошан. Там снова стоит крип с доминатора НП. Ну как доминатор-то полезет сколько раз, да, уже и информацию дает, и крип. Там то Огр бегает, который дает броню, то еще кто-то сансирует бегал. Да, это просто такой хороший контроль Рошана. Соперник никогда не сможет этого Рошана забрать. Как-то остаться, скажем так, выйти сухим из воды, если ты предпримешь какие-то действия. А действия ты можешь предпринять, потому что ты всегда будешь об этом знать. Из-за того, что там сторож стоит такой. Ждем мы рано или поздно рапиру от снайпера, как я понимаю. Когда-то к этому уж эта игра придет. Ну, можно еще много каких-то хороших артефактов приобрести. Например, в Муншарт на снайпере. Атакуешь, места мало. Особо не разбалуешься. Ну да, в Муншарт вполне можно и съесть. Выход от НП. Они в Смоках, они в Мунлайте. Скан от Дайр. НП все знают, примерно понимают, где находится противник. Смок в ответ от Virtus Pro. Немножко не туда идут ВП. А вот НП могут очень круто зайти. Если как-то получится. Заметьте хоть кого-то. Ну, первый Смок кончится у команды НП. Поэтому, скажем так, неожиданной атаки скорее всего не получится со спины. Нету ни Мунлайта, ни Смок. Вот сейчас ребята видят иллюзии. А тут спиритбрейкер. А он в руне невидимости. Окей, врывается. Роуз нажимает по КП. Пытается очень быстро его убить. Роуза убивает. Выбили еще и гемп. А будто Рамзес потратил свой ультимейт. Огр получает стрелу. Будут ли врываться ребята из НП? Они меньшинствуют. Все-таки спиритбрейкер было очень важно. Можно опять забирать Рошана. Но Virtus Pro все-таки хотят еще найти кого-то и повоевать. Ну, заходят на свою горку. Все-таки заходят на свою горку. Эпицентр. Сенкинг. Немножко поспешил МСС. Поспешил. И только в одного Пашу. Паша. Стрела в итоге попадает по Рамзесу. Неприятно, но не страшно. Окей. Теперь еще и эпицентра нет. Весьма неудачный глимс от Лила. Энви поцепили, кстати, к Шторме. Энви ничего не может нажать. Энви погибает просто в секунды. Есть голем, но толку от него совершенно никого нет. Рамзес нажимает ультимейт. Пытается просто МСС уйти. Эклипсет Ауи. Ауи. Рамзес нажимает БКБ. Паша пытается улететь. Но Ауи просто не вносит урона. Успеет ли Соло уйти? Нет. Соло живет. На развороте по Ауи. Ауи больше не имеет Блокенбара. Глиммер не спасает. Ауи под Сатаником до конца отжирается. Но этого не хватает. Рамзес живет буквально на стол. Здоровье погибает также и Варлок. ПП без потерь. Побитые, но живые. Абсолютно все побитые. У Рамзеса мало здоровья. У Паши мало здоровья. У Соло тоже половина стэка только присутствует. Но все-таки крайне неудачно эту драку начинать. По очереди как-то получилось. Во-первых, по очереди. А во-вторых, потраченные способности в пол. Эпицентр в пол был. Эклипс тоже был не самый удачный. Блокенбара пошел там, да. Эклипс немного урона было от него. Да и может быть на такой минуте уже Эклипс не так много урона вносит, как это было. Он все равно много урона наносит. Там 11 бимов и в цель может попасть 5. Считайте сами. Полторы тысячи урона без учета маг-резиста. Но опять-таки как раз-таки там есть пайп. И сам по себе андерлорд обладает большим маг-резистом. За счет того, что у него этот пайп есть. Антимагик шилд за счет пайпа по АОЕ. И в андерлорде, если часть урона залетает, то он этому только рад. Заставляет выкупиться АОЕ. Но нет ультимейтов, ведь. Кулдауны висят. Телсенкинг вот уже эпицентр почти появился. Есть стрела мимо. Разгон на НОУАНА. А Игуса НОУАНА имеется. Поэтому смысла в этом разгоне никого нет. Надо уходить на топ. Там смотри, как линия-то пропушена. Довольно серьезно. Тут рейндж крипуют, тут катапульты две. Надо лететь сюда. Хоть кому-то. В такой ситуации НП находится в одном шаге от поражения. Потому что, если поймают АОЕ и убьют его, у него не будет байпэка. И респауниться он будет очень долго, чуть ли не две минуты с лишним. За это время Virtus.pro могут всю базу разворотить. Может быть, АОЕ тоже надо задуматься о каком-то глобальном решении покупки артефакта. То есть, смотри, уже все есть вроде, когда можно, конечно, купить маршард. Но и... Рапира на Луне, конечно, всегда смотрелась великолепно. Верхние казармы сил света атакуют. Ну, возможно, АОЕ еще не видит всей безвыходности ситуации. Ну, смотри, он покупает себе поинт-бустер. Это Скадзе будет? Нет, это Аганим. Это Аганим. Можно скастить ультимейт и переложить Аганим обратно. Да, мы как раз таки об этом говорили буквально сейчас назад. До начала этого матча мы как раз таки обсуждали, на каких героях так можно делать. Просто на некоторых персонажах нельзя Аганимы перекладывать. На Морфе, например, на Никсе. То есть, если ты уже приобрел Аганим, ты его не можешь выложить. Переложить и в рюкзак, и выкинуть, ты не можешь его. Вот, поэтому... Надо, на самом деле, это убрать. Потому что вот этот вот рюкзак дает огромное количество дополнительных возможностей некоторым персонажам. А из-за того, что ты Аганим не можешь перекладывать, то для тебя это, собственно... Тебе это отказано. Тебе в этом отказано. Ты не можешь так делать. Но на Луне так делать можно. У Соло почти есть, кстати, Аганим. Так, немножко... Аганим подфармит. Появится дополнительный стан. Аганим с Огнем играется. А сейчас вдруг случайно выйдет. Отстоит просто с позиции. Ну и Virtus.pro потихонечку пойдут. Надо идти. Что по преимуществу вообще Virtus.pro? Снова они ведут. Около десяти тысяч по золоту. Около шести по опыту. И полным составом выдвигаются на нижнюю линию. Центр-то уже упал. Хотя, наверное, даже мега-крифы это не будут решения проблемы. Даже мега-крипов и NP смогут защищаться от них довольно долгие. Ну, учитывая наличие Луны, как минимум. Мирана со своими молниями. Но пока все внимание на нижнюю линию. Заход от команд Virtus.pro. Спортит глиф. NP. МСС надо идеальную позицию выбрать. Но сложно выбрать позицию, когда там шарапнель. Просто просветили МССа. И тофмалайса. И прогоняет его прочее. Башня упала. Ну, такую позицию постоит. Но, напомню, он имеет аегис. Поэтому нападать на него смысла никакого нет. Падает один барак. Стрела слетает с снайпера. Врывается МСС. Подкоп под воин. Толго тут не особо-то и много. Врывается Рамзес. Статик-шторм ставится. Пытается убить моментально Луну. И Луна погибает. Не у себя, потому что это Сатаник. Ничего. Потому что был Статик-шторм с Аганимом. Ну, он пытается убить Энми. Ну, тут, в общем, по-моему, все. Есть Эпицентр. Эпицентр шикарный. Просто по всей команде Virtus.pro. Но урона не хватает. Энми без байбека. Луна без права на выкуп. Это good game. Это 1-0 в пользу команды Virtus.pro. Отличная игра в исполнении российского коллектива. Как бы ни старался МСС, эту карту выиграть у него не получилось для своего коллектива. Вот, пожалуйста, Аганимный Статик-шторм в действии. Вражеский керри без байбека. Просто используешь у него все свои способности. Он не может ни нажать БКБ, ни использовать Сатаник, ни использовать Пику, чтобы вытолкнуть себя самого из этого ада. И Урса съела Луну. Очень крутая карта. До последнего момента не было понятно, кто все-таки победит. 55 минут 23 секунды она длилась. Самое время обсудить ее аналитикам. Александр, вам слово. Первая карта за нашими ребятами. Команда Virtus.pro в достаточно упорной борьбе все-таки побеждает американцев из Team NP. И мы сейчас в нашей студии аналитики Рухаба, студии Матч ТВ, обсудим проишедшее на первой карте. Сереж, ты сегодня еще особо не анализировал матчи. После. Как тебе игра наших медведей? Мне кажется, ребята только просыпаются. У них все вроде нормально. Как раз мы говорили, что они хороший пик взяли, хороших суппортов взяли, хороших коров взяли. Но именно по игре чувствуется, что что-то не так еще. Что им нужно чуть-чуть разыграться. Я думаю, как раз они ко второй карте должны это сделать. Я думаю, что в начале игры все было неплохо. Здесь в начале маленькие качели были, но потом они потихонечку по крупиночке начали свое преимущество вырабатывать. И прижали как раз к NP к базе. Нам показывают сейчас картинку из Малайзии. Team NP рассуждают о причинах своего поражения. Возможно, уже думают о стратегиях на следующую игру. В зале, кстати, много людей. Несмотря на то, что обе малайзийские команды уже вылетели. Ну, суббота. Я думаю, все пришли отдохнуть. Ну, если только был билет, что уходить. Не, ну это приятно в любом случае. Приятно играть перед большой толпой. В чем основная причина поражения NP? У них было как минимум два шанса, ну, судя по Net Wars, победить. Что они делали не так на этой карте? Ну, вообще, они просто в драках по итогам не очень здорово выступили. Точнее, в одной той драке на Рошане. Мы посмотрим еще на хайлайте этот момент. Где они просто по одному как-то пошли. Использовали неправильно свои заклинания. И потом просто умирали все. Более того, там сразу же были использованы какие-то байбеки. Которые тоже ни к чему не привели. И после этой проигранной драки отдали Рошана. То есть, у них все было неплохо. Но эту драку не стоило навязывать. Ну, и еще в паре каких-то микро-моментов, где-то им не сопутствовала удача. Опять же, на хайлайте, скорее всего, понаблюдаем момент, где в Virtus.pro там все остаются буквально на 100 жизней. Но при этом никто не умирает. Ну, что такое 100 жизней? Ты там каждому по удару еще скинься, все умерли бы. То есть, где-то не хватило немножко таких микро-моментов. То есть, это все-таки спорт. И в доте очень много удачи. Какой-то такой рандомов каких-то. Каких-то моментов, где тебе чуть везет, чуть нет. Кому-то везет, кому-то нет. Здесь где-то Virtus.pro чуть больше повезло, как по мне. Ну, и плюс пик очень хороший. То есть, вот есть, например, у тебя луна, которая наносит урон физически в первую очередь. Ультимейт, скажем так, наносит много урона вначале, но потом он наносит уже меньше. А у противника Underlord очень сильно луну, например, вот Underlord ее урон снижает. То есть, луне очень тяжело воевать против Underlord. Чем дальше влез, тем тяжелее. Моментов драк было довольно много. Обсудить есть что. Давайте сейчас посмотрим первый из них. Девятая минута драка у нижней T1 вышки команды Virtus.pro. Кто здесь инициировал? Я уже, признаться честно, и не помню. Вопрос такой, конечно, хороший, но, по-моему... Сейчас моментально умрет Дезраптора. Да, но здесь вылетает баратрум Дезраптора. Ну и все расходятся. После этого просто телепорт здесь был от Underlord. Вот сейчас он закастует просто и спасет. Ну, увезет все в свою команду, потому что Дезраптора нет. Ну, просто красиво увез и все тут. Ну, то есть, Virtus.pro бы разобрали в этой драке? Наверное. Может быть, потому что Дезраптор телепортнулся бы. Это все под своим Тауэром происходит. И, ну, скорее всего, да, там... Тем более, у Луны уже ультимейта не было. Скорее всего, Virtus.pro должны были побеждать в этой драке. Спустя пять минут происходит драка под Т1-вышкой. Здесь инициировали из смоков Virtus.pro. В итоге размен два в два. А очень много Virtus.pro нападали, вот, так скажем, чересчур агрессивно даже. Это и дальше будет видно. Этот момент один из таких. Да, 2-2 это неплохой размен. Но, опять же, под чужую вышку прям идти, толком не имея полной информации о том, где находится противник. Это рискованно. Такие заходы иногда могут и похуже закончиться намного. С другой стороны, это и есть стиль Virtus.pro. Так они привыкли играть, поэтому, возможно, все правильно делают. То есть, они, в общем-то, то, о чем ты говорил перед игрой, воплотили в жизнь. Они много дрались, сами давили соперников. В общем, да. Давайте следующий момент посмотрим. Здесь их реально достаточно много. Интересных. Очень много инициаций было от Братрума. Вот как раз момент, где Virtus.pro в какой-то степени везет, можно так сказать. Потому что сейчас можно будет понаблюдать, как уходит Паша. Вот он прям ушел там на каких-то вообще карполях, да. Должен был, наверное, умереть. Если бы он умер, то не произошло бы следующих моментов. Тут Луна, у нее Аегис. Эти два поля, против которых вообще нереально драться. Ну, они вот кончились, более-менее драться. Вон тот Андерлорд до сих пор там бегает. И вроде как, если бы его не было, то сейчас Луна бы появилась, и убил бы пошла еще этих двух друзей. Но Андерлорд все это дело, конечно, мешает. Он снизил урон, потанковал, кинул к тому же поляну одну, поляну вторую. В итоге Луна тоже погибла. Погиб и Варлорг. Ну, то есть в такие моменты здесь Virtus.pro где-то удача сопутствовала, на мой взгляд, минорно. Ну, исполнение тоже было достаточно хорошее. Если сравнить то, как обе команды именно в драках себя вели, вот это макро сражений, кто лучше оказался вот суммарно по игре? Ну, как ни странно, НП, мне кажется, поинтереснее. Они по крайней мере понимали, что они делают. Они всегда кидали банды, не боялся Энви врываться первой под эти банды, давать Starfall, после чего уходить при помощи липа, то есть он прыгал на блинке, уходил при помощи липа, тем самым как-то заставлял Virtus.pro свой фокус внимания сместить на свою персону, но он умудрялся уйти, после чего туда уже влетал какой-нибудь Сенткинг. Это вот будет видно в одной из драк, как очень неплохо НП, имея уже ситуацию похуже, и когда их давили, как неплохо они разводили Virtus.pro. Но, правда, с другой стороны, потом на Рошане они отдали драку совершенно безидейно. Потому что получается, что и та, и та команда где-то делали хорошо, где-то не очень. То есть идеальной игры тут не было. Мне кажется, стратегия уже приелась. Мирана плюс Warlock, мне кажется, против нее там уже как-то научились играть. Это стратегия, да, если ты там по всем кинул банды, блинканулся в центр, кинул Starfall, там еще Сенткинг все это ворвался. Это все происходит из раза в раз, да, это как-то работает, но один-два раза там было в этой игре. Больше Virtus.pro этого не давали делать, хорошую позиционку занимали. А Мирана сама по себе хороший герой, но не прям супер какой-то сильный. Давайте посмотрим следующий момент. Посмотрим, что происходило в нем. Верхняя линия. Ну, тут хорошая инициация от Virtus.pro. Правда, стоит напомнить им про то, что Duster против Мирана иметь очень неплохо. И вот такую Луну надо, конечно, забирать в такой ситуации. Луну просто отпустили элементарно из-за того, что не было Duster. Такая детская ошибка, ну, бывает, впрочем, всякое бывает. Снайпер довольно долго здесь жил, правда, все равно его Сенткинг догнал. Просто банально могло быть такое, что на тот момент, когда они шли, там не хватило деньги на Duster. Может быть такое, да, может. Но все равно нельзя допускать. В какой-то ситуации может выйти так, что ушла Луна, и бог с ним, ладно. Но в следующий раз может выйти так, что ты просто из-за такой ситуации проиграешь драку пять в ноль. Или пустишь всю команду красную вражескую. Ну да, или еще что-то произойдет. Ну, как говорится, обошлось, так что ничего страшного. Давайте следующий момент. Их прям предостаточно здесь. Прям будем смотреть и смотреть до того момента, как подойдем к статистике. Тридцатая минута. Мы уже, по-моему, шестой момент смотрим. Тут будут интересные моменты, именно такие более ключевые, что ли. Я бы сказал, что вот эта просто красивая драка была от NP. И это вот она, кстати, продолжается. То есть здесь NP очень-очень много выигрывают. Потому что сейчас здесь умрет Урсо, который был Beyond Goodlike. А всю эту драку соинициировали сами Virtus.pro, подходя к вышке NP. Просто проворонили, так скажем, момент, когда на них напали. Ну, три на пять решили драться здесь вообще Virtus.pro, потому что два героя как раз за десять секунд. Их уже не отпускали. Ну, точнее нет. Они могли отдать одну Урсу, например, и не отдавать Снайпера. Наверное, это было бы правильнее, естественно. Ну, четыре в три все равно разменялись. Но да, вот этот Beyond Goodlike, мне кажется, сильно повлиял. Потому что это тысяча голды, а тысяча голды там на дороге не валяется. Этой тысяча голды еще выше, сверху много там ассист золота вот этого. Потому что Bannet War Сурса, кажется, была первая или вторая. В общем, у него еще это много. Неприятно давать Beyond Goodlike. Ну, так произошло в этом моменте. Смотрим следующий хайлайт, разбираем его. Буквально три минуты прошло, очередная драка. А это, это мэн-файт драка, где просто никто не хотел уходить. Ты просто за место. Ты вглядись в то, что происходит в битве. Пока все разошлись, уже могли бы разбежаться. В принципе, можно не драться. Ну, Вертус Про решают подраться. Сэн Кинг урвается. Решают, да, подраться. Кстати, плохо, о чем урвается Сэн Кинг, как выяснилось. Там сверху начинается какая-то драка непонятная. И снизу просто в семь месяцев. Там какая-то мясорубка, это рестлинг начинается. Еще полянка стоит, как в рестлинге, как раз убежать никто не может. Братрум там через всех разбегается и никто не думает бежать. То есть, кто-то вроде уходит, но он разворачивается и продолжается. Займёт. Тут Миран откуда-то вылетает, расстреливает. Да, два в два здесь. И по итогам умирают все, кроме, кажется, Сэн Кинга из NP. Ну и соответственно, вот эти два толстячка у Вертус Про будут жить. Да. Андерлорд. Нельзя его отдавать, мне кажется. Вот слишком сильный персонаж. Ну, третий пик на турнире и второй пик от Вертус Про. Ну, ты вот на Миране кинул просто все скилы, нанес там определенное количество демиджа, а дальше хочешь добить персонажа, который 200 хп от тебя убегает, а не можешь, потому что у тебя демиджа в принципе нету. Мало урона, мало урона и вот он настолько неприхотлив. Посмотрите, например, на героя FNP. Вот эта драка, про которую я говорил, очень хорошее исполнение от ребят из NP. Вот как раз кидаются банды, прыгает Envy, отпрыгивает потом. Сэн Кингс занимает позицию в этот момент, правда его там что-то возвращает куда-то. И вот он начинает заряжать ультимейт, подходит сюда, дает хороший стан. Огрмак с Урсой вообще стояли с полными жизнями почти всю драку, за счет чего? Потому что толстые. Нет, у них даже просто не отнимались жизни. Потому что толстые герои. Ну смотри, Огрмак видимо просто как-то не получал урона, а Урса включила БКБ, долгое время тоже не получала магию. Да, если с Рокеей убили, могла бы там ультимейт включить. И вот следующая драка, она прошла по похожему очень сценарию, только она еще лучше вышла у NP. Если в той драке как-то получилось так вот, вот падают банды, прыгает Мирана, дает сразу Starfall. А вот здесь Сэн Кинг уже хорошо запрыгнет. Да, 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 Мирана начинает убегать, вот ее не успевают добить, потому что у нее БКБ. И сейчас Сэн Кинг влетит очень круто. Если в той драке он влетит средне, то тут он влетает просто шедеврально, дает встан по-троим, плюс практически полный урон по всем, дальше заходит уже Луна. Вот в таких драках, на самом деле, так драки отдавать нельзя. Была бы команда посильнее NP, мне кажется, вот после таких вот драк можно уже и не выкарабкаться. Ну а вот здесь все плохо. Сэн Кинг дает ультимейт ни по кому, фактически. После чего, казалось бы, надо бы уйти. Все-таки уже плохо очень, позиция не очень хорошая, у Сэн Кинга ульта нет. Но решают Virtus.Pro все равно подраться, отдают Миран на ровном месте. Отдают Гем, который у Мирана как раз был. Отдают Гем, умирает уже Spirit Breaker. Сэн Кинг убегает, Мирана в итоге делает байбэк. Входит сюда Луна одна вообще без какой-либо поддержки. Просто нет ни одного героя. Варлок не считается. У него ничего нет. И в итоге Луна тоже умирает. Пытается всех убить. Опять же это по диваурум происходит. Минус половина процентов от ее атаки. Это очень жестко. Это плохая драка была. До этого только что была одна хорошая, классная драка и сразу же очень плохая. Поэтому, так скажем, не идеальное исполнение ни от той, ни от другой команды. И делали хорошо и NP, и ошибались Virtus.Pro, и делали хорошо Virtus.Pro, ошибались NP. Зато красиво, много фрагов было, много драк. Вот мы посмотрели. Давайте сейчас перейдем к статистике, к цифрам, к числам. И обсудим, может быть, опять же по закупу, как было у команд. Что, может быть, стоило NP купить другими артефактами, чтобы лучше провести эту игру. Оба героя, кстати, керри-героя 25-го уровня. Ну, что не мудрено, да, там, к 50 какой-то уже минуте. Тут даже привязаться не к чему. Здесь все отлично. Что у одного, что у второго. Даже вот этот аганим, который на Луне, он тоже хорошо зашел. Это добавило магического дэмэджа, которое не хватало. Не хватало за счет как раз вот этого Дивауара, который нивелировал очень много физи от той же самой Луны. Поэтому она решила аганим собрать. Андерлорда. Андерлорда, да. Не тот немного брат. Ну и у Урса тоже все хорошо. МКБ против Бутерфляя Луны, Диффуза против Гастов. Аганим, конечно, несколько спорный. Вот, если так подумать. Да, понятно, он его купил, потому что там и банды. Можно накинуть, скажем, на Сент Кинга, чтобы вообще там terrible, terrible damage, что называется, получился. Но все-таки два БКБ у главных коров, мне кажется, может, не всегда он так хорошо работал. Ну, в принципе, все равно рабочая история. Вот этот Андерлорд. Я смотрю каждый раз, сколько он дает. Он снижает весь урон противнику. Он постоянно всех встанет и при этом дает в этот раз Кримсон, Грифсы, Владмир и Пайп. Он усиливает команду всю. 4 основных ауры собрал. 4 основных ауры. Вот 4 бафа, которые можно собрать на команду, он все их собрал. Еще бы Кирасу бы ему. Ну да, но там денег. Извините, денег не хватило. Ну вот этот Варлок опять с Медасом. Не успел купить ничего полезного. В принципе, есть только Глимер. В то время, как у Лилы неплохие предметики. На таких героях нужно учиться подфармливать. Вот если тебе дают какую-то четверку, пятерку, если тебе дают собрать этот Медас, тебе все-таки нужно учиться и пытаться там просто бегать как-то за командой, а где-то искать все-таки фарм. Ну вот еще как раз момент. Можно отметить этот странный некрономикон. Очень странный у нас спиритбрекер первый уровень, который остался до конца игры. Не очень понятно, потому что можно купить полезный предмет. Есть всякие лотусы, есть итемы на урон, там сабля алибарда какая-то, возможно, против той же Урсы. Да, очень неплохой предмет. И сразу же с другой стороны можно отметить, потому что сейчас я только это осознаю, что было у Virtus.pro 2 пайпа, что очень прикольно. Опять же, против того же Ганима на Луне, например, да и против Starfall. Это хорошее решение купить 2 пайпа. Чисто паблик-саблик где на спиритбрейкере? Графики. Набегает на тебя, делает два удара, и ты уже два раза подпрыгиваешь. Говорят ли, вот если просто посмотреть на эти графики, можно ли сказать о том, что игра была не то чтобы даже равной, а красивой и интересной? Вот если не смотреть саму игру. Ну знаю, в Virtus.pro они вроде доминировали, но не очень сильно на какой-то стадии. Потом, ну качели жесткие, то одни хорошо драку провели, то вторые хорошо драку провели, то там Virtus.pro опять где-то драку на Рошане выиграли, то там очень сильно закомбечили как раз опять у своей рампы NP. Ну, жесткие качели. Ну, с позволения сказать, наверное, вот мы с тобой, Ярослав, сегодня смотрели все карты. Это самое интересное получилось, вот без предвзятого отношения к тому, что Virtus.pro наша команда. Согласен с вами? Да, пожалуй, да. Одни не проснулись, другие нестабильны. Такое определение четкое, емкое. Друзья, мы уйдем на короткую паузу, пока команды готовятся к следующей карте. Не переключайтесь, вторая игра уже очень-очень скоро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 увидел, у тебя руки развязаны, ты не умрешь, нужно больше контроля. Нужно, чтобы так было, что, играя на Ember Spirit, ты видел одного вражеского героя, но ты при этом все равно боялся. Если сейчас, при таком пике, возьмем что-то без Стана или без Сайленса, Ember Spirit видит, фактически, что Рубрика, что Никса, одного где-то, он знает, что он не умрет. Слардар, еще Стан, это правильно, но хотя мне нравятся Старты для Лилы. Слардар для Лилы. Четвертая позиция как раз для Лилы в лице Слардара. Ну что же, без лишних прелюдий, наверное, мы сейчас будем переходить к второй карте матча Virtus.pro TeamNP, и я передаю слово нашим комментаторам Никите Каткову и Алексею Филиппову. Ну что ж, команда NP в шаге от вылета из турнира ESL One Gainting, соответственно Virtus.pro в шаге от попадания в полуфинал. Нас ждет вторая карта, возможно, последняя, но будем надеяться, что это будет полноценная встреча с тремя картами. Пики сделаны, давай небольшое мнение, слова, после слове, после выбора героев. Кто? Я думал, что Virtus.pro снова будут играть Дизраптором, потому что против Сларка желательно все-таки какое-то АОЕ иметь сильное. Вот Дизраптор как раз-таки очень сильно мешает Сларку, да и Аксы глимсовать весьма удобно. Если он прыгает, колет, ты его можешь вернуть обратно, и он Контер-Хеликсом никого дамажить не будет. Но Virtus.pro решили, что все-таки Слардер лучше. Они очень часто используют Слардера в своих пиках, и Лил великолепно играет на этом герое. Поэтому, собственно, посмотрим, как будет получаться. Оп. Нечаянно, видимо, использовали Алтарь, но ничего страшного в этом нет. Это база на такой-то минуте, поэтому не имеет значения. Прилетел Ауев, поставил вард, Virtus.pro не сделали ни одного телепорта. Они разбивают Смоук, у Virtus.pro желание убивать. Все-таки имеются Станы и Блэйд Фьюри. Судя по всему, ребята решили навязать сопернику битву на первых уровнях. Действительно, пик команды Virtus.pro мощнее смотрится на данный момент. У них очень много Станов и есть Блэйд Фьюри. Инвокер уже вкачал квас и взял Колд Снэп. Возможно, это будет квас виксовый инвокер. Квас виксовый инвокер против Эмбер Спирита хорош, потому что он торнадо может задиспелить Флэйм Гвард. И нашли СВГ. Лучше герой для убийства. Нашли СВГ, но очень поздно его было, ну, нашли в итоге еще и Эмбера, но неужели убьют? Да, все-таки убивают. Такое ощущение, как будто Virtus.pro хотели погнаться за двумя зайцами, но все-таки. А видимо и Crystal Maiden, Эмбер появились в один момент и по двум частям пошли, но в итоге хорошо, что убили именно Эмбера, а не Crystal Maiden. Ну, теперь нужно МСС убежать на вражескую руну, потому что Virtus.pro будут забирать руну на хардлейне и на легком лайне команды NP. И МСС как раз таки успевает. Да, хотя бы две руны собрали. Правда, руна не досталась ни Кэри, ни Мидеру, что не очень хорошо. Ставит Соло вард, блочит небольшой спау, но СВГ, моментальная реакция все-таки. СВГ все прекрасно видел на своем варде и получает 100 золота. Спаун разблочен. Окей, по линиям. Сларк и Crystal Maiden против, кстати, тройной линии. Это Джиггернаут. Это Слардар. Это Рубик. Довольно сильная. Это два стана. Это неплохой Ронсблэдфьюри. Посмотрим, как здесь будут Ауи справляться с этой вот агрессией от команды Virtus.pro. Да, не получилось хорошо проблочить у Ауи линию. Ну, как он проблочил, конечно же, хорошо, но Virtus.pro тоже лайнблочили. В итоге тут пока непонятно, в чью сторону крипы будут идти. Ну, Ауи тут будет очень сложно, потому что у него, во-первых, есть Лесник. Это Акс. Да и, смотри, хит с Crystal Maiden потенциально Лесник. Уже один спаун был запармлен, а от SPG довольно много денег получил уровень. С другой стороны, Сларк может фарма не получить вначале, но МСС очень много золота должен получать, потому что он один на один против Никса, и у него есть Arcane Aura. ЦМ, который дает ему мана-реген. Он сейчас будет заходить за вышку и со вторым Ланшалом, просто вдавливать Пашу в тавер. Ну, на центре тут, я смотрю, уже инвокер показывает зубы. Эрви непросто. И коллснэпа. Да, пока смотри, это квас векс действительно. Энви должен более-менее неплохо отстоять. Все-таки квас вексового инвокера убивать вряд ли получится, потому что у него есть торнадо, так как раз таки пошел. Пошла колба и чьи-ины. И слушай, неужели его убьют? Ну, пытается убежать коллснэп. У него нету маны на Гост Волк, у него было всего лишь 100 маны. А оно все. И на торнадо нету маны. И на первых вулах, и потом еще коллснэп давал не раз по энви. Да, и мана закончилась. Вот простое убийство. Да, я имел в виду то, что один на один ты не сможешь эмберспиритом убить инвокера. Квас экзорт инвокера, в принципе, можно попытаться убить. Если у тебя есть сапога, какая-то хорошая руна, ты нажимаешь флеймгвард, бежишь прямо в него. И если попадаешь чинами, то ты его либо очень сильно дамажишь, либо прогоняешь слайна, либо убиваешь. Вот аквас фиксовывал инвокера, все-таки убить нереально. Если ты включаешь флеймгвард, он сразу же дает торнадо и убегает. Была попытка Ауи прыгнуть и, в общем, лил его зацепить, после этого был бы фростбайт, но промахнулся Ауи паунсом. СВГ все круто. СВГ почти уровень 3, он может пойти потом пофармить еще леса, фростбайт и пассивная способность, пока кристалмайдам все получается. Притом она ничего не покупает, ни ботинка, ни виндлайса, просто танго и все золото. Связали джиггернаута. Но толка тут мало, притом сейчас СВГ может еще погибнуть. Неплохо скушал дерево, но это не спасает. Блэдфюри, телекинез, краши, кристалмайден погибает. Да, немного СВГ занаглел. Все, что остается делать Ауи на этом лайне, это хоть как-то переагривать крипов и хотя бы одного-двух забирать из целой пачки. Джиггернаут, конечно же, фармить тут будет намного серьезней. Ну, пока терпит. Смотри, то есть разница невелика. Вот он переагрил крипчика, но допустил ошибку, не добил его. Неожиданно. Центр, выход на Энви, колдснеп, рубик близко, пока телекинез не успевает. Вот он телекинез. Фейтбол также имеется. Энви дает отличный чунис, связывает, что самое главное, инвокер, и Энви выживает. И контратак уже Нун еле живой. Кристалмайден, конечно, не очень это больно бьет, но он использует холл анселф. В итоге два мидера побитых. Энви, ветра полетели, нажимает фэрифайр, и фэрифайр не спасает, нам осталось бы хп5, но все равно. Да, но он потерял очень много маны. Он много скиллов потратил сейчас. Есть колодец. Да, у него. Ну, тратить колодец только, чтобы ману остановиться. А тут побитый еще и лилл. То есть, может быть. Посмотрим. В общем, Энви тут пока что намного проще стоять, судя по всему. Смотри-ка, и внизу хаус. Пришел сюда Акс. И, конечно, Акс Дарксир. Айншел на Акс. Акса уровень 3. И, в общем-то, прогнали просто далеко-далеко за башню. У Пашу. Есть телепорт, будет контратака. Есть краш от лилл. Ну, там и Контр Хеликс. Там Айншел очень много урона. Манабер на Аксу пытается пробить. Карапас есть. Ликинесс также по Аксу. Сурш на Акса. Как же долго бит Роуза. Но краш все же в цель добили Акса. Ребята из команды Virtus.pro. Дарксир тут и сам, на самом деле, неплохо бы справлялся на этом лайне. Но решили занаглеть именно. Именно в наглость пойти за башню, дабы быстро как раз таки ее убить. Да, он сам мог нагло за башню заходить. Может быть. Просто Акс, он мог бы в этот момент лес фармить. Лесной Акс сейчас очень много может фарма забирать. И много экспы получается. Моя проблема у Рамзеса. Фростбайт раскручивается. Но тут Роуз ждет удачный момент. Отдает агр. Он пробивает, напомню, в магии. И Рамзес погибает. Убийство, правда, для Акса, а не для Сарка. Конечно, Ауе было бы покруче взять. Убийство не вышло. Но ничего. Джаггернаута убили, как только саппорты ушли из верхней линии. Бросили Рамзеса одного. Да, учитывая то, что Сларк получал поменьше крипов на этом лайне, все-таки ему фраг был более нужен. Но, с другой стороны, Роуз получит возможность быстрее купить свой блинг. Если он будет играть через блинг. Вообще, нет. Через Вангвард первым слотом вот именно блинг будет приобретать. Ни разу не видел Энви в новом патче на Эмбер Спирите. Я знаю то, что Джеки очень любит этого героя. Это один из его любимых персонажей. Не уверен, как он будет вообще собираться? Да, я во-первых не уверен, как он будет собираться. Ну, а то, что он хорошо сыграет, я в принципе в этом уверен. На Эмбер Спирите Энви весьма неплохо. Просто все Эмбер Спириты уже собираются через Вейл оф Дискорд. Будет ли так играть Энви? Есть ли у него практика игры через Вейл оф Дискорд? Ну, наверное, есть. Выходится новотоп Кристалмейден и Акс. Тут Паша. Паша один. Но использован был агр. Подкоп Кристалмейден. Подходит Сларк. Паунс. Отличный карабас от Паши. Но очень много урона получает Паша. Пытается уйти. Баттлхангер. И скорее всего не уйдет отсюда Паша. Да, слишком трудно. Не самая большая скорость передвижения. И Никс погиб. Тут уже убийство именно для Ауи. Ну, слушай, у Ауи все хорошо. 26 крипов. У Джигернал 36. Но Ауи имеется убийство. Имеется один ассист. Он быстро разгонится. То, что Ауи на 10 крипов меньше, это не так страшно. Мажет, да, ну, Торнадо. И у Энви остается включенным Flame Quart. Он пропушил линию. Вот этим вот Ember Spirit хорош. То, что ты можешь включить Flame Quart, пропушить линию. И пойти контролировать руну. Не находит Энви руну, но зато он находит Соло. Который пытается отсюда убежать. Три ремнанта. Моментально активирует Энви. Баунс, Даркбак и Соло отправятся в таверну. Снова фраг для Ауи. Ну, такой вот плохой начало для Ауи. Казалось бы, тройная линия против него. Но по итогу все намного лучше. Взглянем на общую ценность. Даже вот сейчас. Ну и Сларк идет там на вторую позицию. А Джигеронта встает на несущественную сумму. Ну, Ардес внизу. Да. Против Тарксира как-то может стоять. Раскручивается. Крипов отпушивает. Работается пока все неплохо. Вот почему Инвокер в этом патче стал появляться реже? Что с ним случилось? Стал ли он слабее, раз его так мало? Вот мы о нем поговорим. С одной стороны он стал сильнее за счет того, что много опыта сейчас можно получать. А с другой стороны он стал слабее, потому что сферы перестали давать за счеты. И вот очень часто покупали Акторинкор на Инвокере. Он теперь не дает хорошего манорегена. Вообще есть много факторов, которые ослабили Инвокера в этом патче. Вот как раз таки проблема со статами. Это первое. Второе. Проблема с хорошим манорегеном. То есть даже если ты купишь Акторин, у тебя будет там 1300 маны, 1500 маны. Там экзорт тебе уже больше интеллект не дает, соответственно ты ману не увеличиваешь. А у Инвокера все скиллы очень дорогие, если посмотреть. Да, маны как раз не очень-то и много. Метеорит стоит 200 маны. Пару коллснэпов там. Власт стоит 300 маны. Там Гост Волк стоит 200 маны, если я не ошибаюсь. То есть все это раскастовать порой бывает очень сложно. Плюс ко всему сейчас очень ценится соло-фраги. Для того, чтобы делать соло-фраги на Инвокере надо умудриться. То есть надо поражать все кнопки очень грамотно. На том же Эмбер Спирите купил Вейл, кинул 3 ремнанта, прилетел, счинил, флэмгвард включил. Все. Ты сделал там соло-фраг. Даже на каком-то сильном коре. На Инвокере, чтобы убить кого-то в одиночку, надо, во-первых, убедиться, что он один. Потому что если будет какая-то помощь, ты умрешь. Потрати все свои скиллы. Во-вторых, нужно очень правильно кнопки нажимать. Ну, посмотрим. Возможно, он все-таки сможет даже и до лейта. И вот именно лейтовый Инвокер, он действительно по-прежнему очень опасен. Ну, вот как раз-таки это убийство, о котором ты говорил. Подошел Инвокер. Ветра, ЕМП, Элснеп и Кристал Мейден этого хватило. Ну, Цеммочку, да. Цеммочку он оформил, конечно. С Цеммочкой грех не справится. И то, не могу сказать, что прям очень просто. То есть там Кристал Мейден еще пыталась дать простбайт. Может быть, тогда бы смог убежать. Да, слишком много маны ЕМП выжигает на раннем этапе. Потом, когда у Цеммки будет маны побольше, она купит, возможно, какие-то артефакты. Там, может, брейсер или надрамы что-то будет приобретать СВГ. Тогда уже он сможет откидываться скиллами. Да, кстати, у Кристал Мейдена ровно 700. Вообще, ценности очень мало. Хоть и такое было неплохое начало. 0-2-3 и счет. И такая вот пауза интересная. Видит ли что-то вообще соло. Соло видит только лишь Драксира, а вот перемещение в смоках он пока о них не в курсе. Конечно, соло — это легчайшая добыча. Да, ну он прям первым слотом будет приобретать Мидас на инвокере. Выиграть лайн у него не получилось. Ну, прям откровенно выиграть. То есть, по нетворсу мы видим то, что инвокер там... Ну, чуть-чуть опережает Ember Spirit. Кстати говоря, буквально две минуты назад у них был одинаковый нетворс. Сейчас мы видим то, что у инвокера уже 3400. Где-то он там подзаработал деньжат. Вот, и... Было бы у него, ну, реально намного больше денег. Он мог бы купить там... Ну, начинать с какой-нибудь там урны и купить потом Orchid. Допустим, чтобы контролировать Ember Spirit. И все-таки silence на Ember Spirit кидать очень приятно. Да, Envy будет играть через Вейл в Discord. Мы видим то, что у него в Fast Buy поставлен именно этот артефакт. И решил играть без Аквилы. Сразу же делать Вейл. Ну, статов хватает. С двумя 0 талисманами ты имеешь ЭХП много. И броню какую-никакую там от шлема. От Helm of Iron Will. Так что можно даже и без Аквилы играть. Сларк себе уже, кстати, купил Shadow Amoled. Ждем скоро Shadow Blade. Но, вообще, в целом, у НП, так я смотрю, выбор героев-то агрессивный. То есть, рано или поздно они начнут бегать. Там Акс с Блиндайгером, Shadow Blade, у Сларка. И начнут они убивать. Эмбер Вейл купил, как ты говорил, может убивать. Когда вот Virtus.pro проснутся и начнут убивать. То есть, вот инвокеру какой-то фармить. Ну, уже правильно, Джекки Раунта, что нужно пофармить. Ну, когда я увидел инвокера в пике Virtus.pro и Nyx'a, я думал, что все-таки будет NUN играть через Exord инвокера. Все-таки, наиболее удобно использовать этого персонажа, когда у тебя в пике есть какой-то хороший дизейблер на хардлейне. Будь то Void, Clockwork или Nyx. Вот, потому что ты можешь кидать Sunstrike под дизейблы. Но здесь NUN решил играть, даже несмотря на то, что в пике был Nyx, NUN решил играть через Quasvex. Да, он, конечно же, экзорд выкачит и, скорее всего, очень быстро. Потому что опыта сейчас персонажа получают достаточно много. Нам показывают картинку из зала, да, там. Администрация турнира решает проблемы, которые возникли у NP. А вот NW Classic Zord с изменением Force Spirit, он не умер. Вот, все-таки Force Spirit был очень важен, ведь получить на уровень 9, там, два Force Spirit, а тут только один. Вот как ты изменил NUN? Ну, конечно, это сделал NUN хуже. То есть, и этот момент тоже с талантами связанный, потому что... Вот мы можем посмотреть на любого героя, да, вот, любого героя выбрать, и посмотреть на 25 уровне какие хорошие таланты. У Ember Spirit вообще, там, 2 секунды к чине. Это 5 секунд нового рута. Это очень много. Это очень сильный дизейбл. Плюс это дизейбл по двоим. Да, там, у Сларка хорошие таланты, у Слардера хорошие какие-то, ну, какие-то новые добавляются способности. Смотришь на инвокера, и что ты видишь, когда ты смотришь на инвокера? Ты видишь то, что на десятом уровне, ну, там, 125 хп, 15 дэмэджи, это, в принципе, там, стандартно, многие такие таланты имеют. На пятнадцатом левеле 25 икспы, да, это много на пятнадцатом левеле, но один Force Spirit. Это тот скилл, который раньше был. Это та способность, которая раньше была у инвокера. То есть, по сути, ему ничего не добавили. Ты смотришь на двадцатый левел, ты видишь там семь статов или 35 скорости атаки. Раньше сферы давали статы. То есть, опять ничего не добавили этому герою. Смотришь во двадцатый левел, Аое Blessed, который и так был у инвокера. Причем раньше аое Best у инвокера, который покупал Аганим, был не на 25 левеле, а раньше. Инвокеры, как правило, первым или вторым слотом Аганим всегда приобретали. Ну или ты можешь выбрать минус 15 секунд к кулдауну торнадо, что в общем-то достаточно мощным является бафом, но все-таки хочется иметь ауэбласт, как ни крути. То есть с талантами тоже как-то вот обделили, мне кажется, этого персонажа. Поэтому инвокеры мы сейчас начинаем видеть реже. То есть герой из какого-то самодостаточного сплит-пуш персонажа превратился вот в такого героя, которому нужна какая-то поддержка обязательно, вот в виде либо Никса, либо Войда, либо Глокверка какого-то. Войт, кстати, пропал, да? Мы его перестали видеть. Игра стала просто чуть-чуть побыстрее, поэтому Войда не всегда можно пикать. Из-за того, что ты потратил хроносферу, твой соперник может при наличии больших уровней на саппортах, там, допустим, пойти и навязать тебе бой. А у тебя Войт без хроносферы, и что ты будешь делать? Раньше-то ты сплит-пушил, а и саппорты, соответственно, не получали большого количества золота и экспы, так как сейчас. Плюс, если ты ставишь хорошую хроносферу, ты за хороший тимфайт берешь много денег. Сейчас это не так. То есть сейчас фраги соло ценятся больше, чем убийство там толпой, камбэк-система стала слабее. То есть все это приводит к тому, что вот Войда тоже как-то стал реже появляться в драфте. Как тебе Манки Кинг, вот уже прошло столько времени, встречаешь ли ты с ним в пабе? И нечего добавить герой нечестный. Что с ним надо тогда сделать, вот он нечестный? У него слишком много урона, очевидно, слишком много. У него и с первого скилла очень много урона, и именно рука... А, самое, наверное, неприятное, это рейндж его милишной атаки. Такое ощущение, как будто он имеет что-то среднее между рейндж-атакой и милишной атакой. Он своим посохом очень далеко дотягивается, и даже если ты подошел, допустим, переманить крипа, а Манки Кинг находится далеко, любой другой милишник тебе атаку нанести не сможет. Но Манки Кинг сможет. И в этом-то его главная задача. Он должен дать тебе 4 удара, чтобы у него настакалась пассивка, и он уже имел большой урон и, соответственно, лайфстил. И потом он тебя просто может одним ударом посоха отправить в таверну. Но, конечно же, когда будут Манки Кинга добавлять в Капитан's Mod, его очень сильно порежут. Вопрос только во времени. Как скоро его Айсфрок и Валф добавят в Капитан's Mod? Арквардену, по-моему, год понадобился. Арквардену понадобился год, да. Да, Андерлорду меньше времени понадобилось. То есть даже меньше полугода, 3-4 месяца, сколько прошло, с момента его анонса на... Ну, Андерлорду не такой был герой, за которым мы посмотрели, и было много критики в его сторону. Я такой, не помню, конечно, герой был сильный, но он остается сильным. Но Арквардену избыли настолько, что он появляется теперь настолько редко. Да, Арквардена очень сильно понерфили. Так, ну пока у нас какие-то проблемы, ждем мы игрока команды NP, Роуза. Были проблемы у нас со звуком, но в ближайшее время все будет в порядке. Пока турнир в плане организации вообще не создавал никаких неприятностей. Да, готовый NP. Но сейчас мы попробуем. Вдруг чего получится. Теперь игроки просят отключить свет. Очень сильно мешает, когда ты находишься на сцене, и в тебя светят софиты. Это отвлекает. Да, наконец-таки игра возобновляется. И вспомнить бы, на чем мы остановились. Там пытаются убить Соло. Да, Соло, тут смок от команды NP, Crystal Maiden и Акс. Правда, Акс как-то далековато находится. Может быть, дожидается Айншелла, Дарксира. И после этого можно нажать Сурж и под Айншеллом побежать. Я думаю, вот в этом идея вполне может быть. Ну, тут Соло уже будет отступать, потому что крипы погибают под вышкой. Ну, под Суржем, я думаю, Акс может и побежать дальше. В принципе, тут не факт, что Соло все равно уйдет под максимальной скоростью. Не хотят спугнуть Рубика NP? Аккуратно, да. Как будто здесь Дарксира один стоит, а саппорт эти таблицу формят, например. Ну, все, Акс вышел. Есть Crystal Maiden замедили, Battlehanger будут ли какие-то телепорты. Есть два телепорта, телегенос даже три телепорта, но Рубик так иначе погибает. Сейчас N5 отсюда уйдут, это будет просто великолепно. Но СВГ убьют, он не слэш, даже так. Ну и по итогу размен с саппорта на саппорта, но с другой стороны, сколько было потрачено времени и телепорта. То есть перемещение почти всех игроков команды Virtus.pro. Даже не почти, а всех. Все переместились сюда. На Рубик, соответственно, погиб, и он в таверне оказался. Да, и у остальных-то игроков команды NP как раз-таки развязаны руки. Они могут сейчас хорошо фармить. Как там Сларк уже по Shadow Blade? Ну, уже вот почти, ау, есть. Shadow AMOLED лежит. Ну, и до Shadow Blade остаются буквально считанные секунды. Ну, и тогда начнут Ауи бегать и убивать. Вот, Айншелл, например. Да, это очень сильный Айншелл. На таких минутах слишком много урона вносят. Для какого-то Рубика это будет критично. Мидас покупает МСС в этой игре. На Dark Seer. Интересно, слушай. Мидас на Dark Seer. А, ты уверен, что это Мидас? А, это все, это Доминатор. Да, я вот тоже смотрю, что как-то рановато. Убивает пока у нас внизу Слардара. Энви в деле. Энви с дабл дэмэджем. Ну, тут Витрас снова мимо, но тут уже Энви сам постарался. Так же уходит от ЕМП. Но колстная бьет, башня бьет. Остается у Энви 60 здоровья, но он выживает. Реманта, правда, нет. Нельзя ставить ремананта и улететь на базу. Да и телепорт. Так же в откате. Ну, придется сбегать до респауна. Ну, с другой стороны, можно было бы алтарь использовать. Да, можно было бы использовать алтарь. Но не эгоист Энви. Видишь, решил на базу пойти, потому что никому больше колодец, кроме самого Энви. А Virtus.pro могут прийти сейчас на боты и попытаться сломать эту вышку. Там в такой ситуации этот алтарь будет как нельзя кстати. А по поводу Доминатора на Dark Seer это, конечно, очень забавно. Я думал, что это действительно будет Мидас. Многие Dark Seer и Мидас покупают. Тем более в таких ситуациях, когда очень много фарма на карте забирают остальные коры. Эмбер Спирит и Сларк, они очень много фарма могут забирать. И если ты играешь, допустим, на каком-нибудь Dark Seer и хочешь держаться в хорошем, скажем, в хорошей позиции по Нетворсу, то Мидас, в общем-то, можно купить и нафармить какие-то полезные артефакты наподобие Шивы, Рефрешера, Аганима, Балинка. Знаешь, когда только Доминатор появился, я помню, слышал мнение, что этот артефакт для саппортов и для третьих позиций. То есть кэри их покупать не будут. И вот такой пример, что именно на третьей позиции берется Доминатор, а больше ни у кого этого Доминатора не будет. Как раз-таки крипы очень сильны в начале, вот эти вот с Доминатора. На центре будет Лебры, в дату Сларк приходит, в центре у команды Virtus.pro нет, Ауи ждет удачный момент, но получает Витра. Ауи пытается убить Соло, Соло, давит Ликенес, если у нее Фростбайт, успеет ли его дать, не успевает, Ауи под ультимейтом. По итогу размер пока не самый выгодный, Омни Слэш СФГ убил Рамзес, Рамзесу, главное отсюда теперь уйти. Хотя от чего уходить, Virtus.pro здесь в большинстве, НП только вдвоем, как же не повезло. Ауи, да, вот эти витра залетели совершенно ненужные, но и башню теряют ребята из команды НП на центре. НП уходит на колодец, отбиться на МСС Ауи не было маны. Да, вот такая вот реализация Шадо Блэйда, попытка сделать самый опен фрак, так называемый, не удалась. МСС переманил тележку и повесил на нее ее оншелл, посмотри. Интересно, слушай. Ну, тележку тяжело убить магией, поэтому... Ну, понятное дело, в драке-то он, наверное, не будет использоваться. Он еще так едет быстро просто, за счет доминатора. Да, доминатор дает хорошую скорость перемещения. Вот так вот можно тележки фармить. Интересно, да, выглядит. Но это работает. Ну, доминатор-то дает, кроме крипа-то и все-таки. Ауры. Что немало. Ну, для Дарк Сера эти ауры не сильно нужны. Ну, для команды все-таки там. Ну, я гвардерист какой-то, если будет в будущем. А он, скорее всего, будет. Ну, строго-сердак, купил доминатор, но быстро меки нет, как это иногда бывает. По мекам на 10-й минуте. А ведь доминатор это, ну, такой не самый дешевый артефакт, скажем так. Почти 2 тысячи стоит. Какие-то деньги на него нужны. Да, еще чуть-чуть добавить денег, и ты можешь купить меку вместо доминатора. То есть была бы сейчас мека, аркана и слоринг. Что довольно-таки неплохо для такой минуты. То есть Дарк Сера уже быстро убить бы не получилось бы. Пока МСС просто переманивает крипов и бегает по лайнам. Наконец-таки Акс приобретает в линг. Ну, достаточно хороший тайминг, 13-ая минута. Не будем все-таки забывать то, что Роллс это саппорт. Не основная позиция, да. Поэтому тайминг я заказал бы отлично. С Транквиллами, с Талоном, с Щитком. И, разумеется, сейчас надо использовать какой-то Смоук и выйти. Да, вот у Эмбер Спирита появляется Вейлл в Дискорд. Ну, все, все для того, чтобы идти в атаку воевать. Сейчас могут сделать НП очень много. Теперь НП нужно искать Драку. И они идут. А, у них Шадоу Блэдис. Если Сентри, Сентри не ставится. Пытается моментально убить Соло. Соло погибает в секунду. Врывается Эмбер. Вейлл пока нет. Дал уже Вейлл. И пытаются бить и Нуна. Нун, Ветра закидывает. ЕМП также дает. ЕМП заходит очень неплохо. И можно сжечь. Абсолютно все маны. Погибает Эмбер. Сларк под ультимейтом. СВГ нажимает ультимейт. Очень много урона по Лилу. Но Лил успевает уйти. Да, и СВГ отходит. Понимает, что стоит здесь. Бесконечный смысл нет. Лил прыжок. Краш по Сларку. Урона не хватает. Врывается Акс. Агар. Удар с топора. Погибает Лил. Ауи пытается уйти. Он под Эмбер дэмэджем. Но его не догнать. Рамзес раскручивается. Ультимейт у Рамзеса имеется. Но пока нет возможности его дать. Да, и только сейчас приходит в драку МСС. Который имеет хороший дизейбл в виде вакуума. Брэв. Ветра. Ветра по двоим. Пошло ЕМП. Подкоп от Фаш. Акса пытается убить. Акс без маны. Омни слэшов. Джиггернаут МСС все-таки не погибает. Там переагрился Джиггернаут на Кентавра. Но погибает Арксир в итоге. После пары ударов. СВГ также отправляется в таверну. Что-то несуразное. Творят НП. Один Ауи остался в живых. Просто потому что решил не видеть. Можно срезать Соло. Дожидается Соло конца Дарк Пакта. Использует Стики. Отличные Стики. Стики спасают сейчас Соло. Если бы не Стики, он бы погиб. Но по итогу. Он еще. Ответ от ВП. Очень грамотно. А. Но у него не было там дизейблов. Все равно. Дожидаться Дарк Пакта нужно. По одному. По одному как-то НП идут. То же самое было под конец. Предыдущие карты. Врывается Эмбер Спирит. Эмбер просто один. И он просто идет и отдается. Бесплатно. Врывается Акс. Надо успокоиться. Ребятам из НП. Витра. Amplify Damage. Будет ли какой-то еще врыв от Лил. Лил имеется Блинк. Лил не прыгает. Но уже прыгать и не будет. Слишком далеко. Виртуз Проток не пойдет. А ведь если бы в этой драке была бы. Допустим Мека и Дарк Сир находились бы рядом со своей командой. Все могло бы получиться иначе. Вот именно в самом начале. Да слушай потеряли башню. Погибли все. Теряют и вторую башню. Непонятно как защищаться. Сларк все еще в таверне. Эмбер скоро будет. Ну ладно. Решили озвратись. Развратись мало маны. Нет способностей. Тут ни у кого нет маны. Посмотри. Только Инвокер. Ну Виртуз Проток просто великолепно подрались. Начинают появляться мидасики. Вот у Инвокера уже есть достаточно давно. Никс купил мидасик. Мне нравится все-таки как европейские и СНГ игроки играют на Никсе. В отличие от азиатского региона. Есть мидасик и там уже что-то другое начинает появляться. Лил тоже играть через мидасик будет в этой игре. Надежно. Именно надежно. Если что-то пойдет не так, артефакты будут появляться ближе к поздней игре. И самое смешное, что подобная сборка не является жадной. Потому что по-другому получать большой фарм на Никсе и на Слардере просто нереально. Ты не можешь быстро добивать крипов и мидасик тебе нужен. А в Лейте с Аганимом на Никсе ты сможешь делать очень много. Ну и Слардер тоже может купить хороших артефактов. Новую Тараску, Керасу. Выбрать на 25 уровне талант на 10% дополнительного шанса на баш. И быть уже таким вполне серьезным керри даже. Будете четвертой позицией в начале. Ну и Ауик, конечно, купил себе что-то Блэйд. Но не мог сказать, что прям ходит всю карту и убивает. Вот и счет у него 3-1-3. НП так нафидели на боте сейчас, что бегать кого-то, убивать в соло они просто уже не могут. Вот Паша, получает Агр. Отличная игра от Роуза. Ну и Никса пытается убить, но он нажимает карпас и врывается так же Лил. Пошли ветра, неплохие по двоим. Будут ЕМП также по двоим. Идеальный просто подкоп по двоим. И Эмбера также должны убивать. Кристал Мейден хороший позиция выбирает. Очень много урона, дает СВГ. СВГ, очень много урона. Кентавр тут встанет, погибает также Рубик. Паша еле живой, пытается уйти. Паша живет на 150 здоровья. СВГ все еще не могут найти. Просто идеальная позиция. Ну и вот, наконец-то, я нашел эту Кристал Мейден и должны тут ее убивать. Хотя Фростбайт, Сатир, СПГ убили. Но с трудом. Тут Энви могли битвы выиграть, их не хватило совсем немного. Эмбер Спирит перед смертью нанес огромное количество демэджов, кинув ремнанты свои и, там, наверное, Вейл еще и сел. Но, тем не менее, урона было от него предостаточно. Но у Энви пока не получается играть на Эмбер Спирите, потому что ему нужно дожидаться, когда Нун потратит свое Торнадо. В противном случае просто отключается Флэйм Гвард. И, во-первых, ты становишься беззащитным и безобидным. А, во-вторых, ты не можешь наносить урон под Вейлом. Одним из своих сильнейших скиллов. Поэтому нужно выжидать момент. Нужно выжидать момент. Нужно заставлять Нуна тратить Торнадо. Ну, там вообще еще и Джаггернаут с Доминатором. Вон там Сатира переманит. Да, Сатира очень он был прятан. Я смотрю, пока проблема у Энви по Дингам. Ну, конечно. Снова Эмбер Спирит. И, видимо, снова Эмбер Спирит будет погибать. Нет, улетает. Успевает. Реминант поставил. Спасает от Энви. Борует Рубик. Клейм Гвард. Неплохо. Соло может и подфармить, и в битву жить подольше. Соло может просто остаться живым в драке. Если на него нападет, допустим, Сларк, то у него будет 500 дополнительного стека для поглощения магического урона. Дарк Пакта, например. А, Дарк Пак много наносит. Да, уже все-таки он четверочку. Прокачен. Да, пока неудача начала для команды НП. Вот этот вот фит. Не совсем понятный внизу. А, Ауэ. Инвокер как раз-таки вот именно свою слабость сейчас преодолевает. Он получает огромный уровень. Тут на ходе. Смотри, Акс двух героев. Кентавр дает стан по Слардару. Не лучшая цель. Это все-таки Лил. У него 1100 здоровья. Есть Ветра. Подцепили Кристал Мейден. Получает, она Краш погибает. Возможно, это не конец. Рубик ворует Айншелл. Рубик с леймбардом и Айншеллом. Посмотри, как много он урона наносит. Что-то просто жесть какая-то. Лил идет дальше. Есть у него Краш, Краш дает. Но мимо. Есть подкоп по Эмбер Спириту. Ауэ врывается. Пытается убить Пашу. Пашу убить так просто не получается. Бласт от Инвокера. Очень побит Эмбер Спириту. У него нет маны. У него нет Ремнанта. Эмбер погибает. Суммарно минус 3. Это не конец. Лил идет дальше. Еще своровал Шадоу Дэнс. В жести. Теперь у него, как понимаю, реген идет. Просто огромный. Он и быстро перемещается. Соло, конечно, ворует все самые лучшие скиллы. Уже последние минут 5. Да, действительно много чего хорошего соло украл у команды соперника. И, кстати говоря, обрати внимание, что... А тут еще не конец. Снова врывается Лил. Есть настрайк, но он не слишком сильный. Но Омни Слэш вполне его хватает. Погибает такс. По одному. Даже несмотря на игру через билд квас виксового Инвокера, Нун на 15 уровне берет дополнительного форжа. Потому что в перспективе при прокачанном экзорте форжи очень сильные. О, преблика Дарксира. Там отличная Карапаса. Есть Ветра. Я боюсь, что сейчас конец. Просто скоро будет с такой-то игрой. Подкопали Дарксира и убили. Эмпер сюда летит совершенно один. Безидейная. Вообще непонятно, что это за телепорт. Совершенно безидейная игра от команды НБ. Да, НБ, по крайней мере, выжил. У него был ремнант. Главное соло отсюда. Видите, далеко не факт, что уйдет. Тауи близко. Есть сентри. Соло нет маны ни на что. Ну, хотя бы убили соло. Нужно срочно прекратить фидить своего соперника. Успокоиться надо, да, остановиться. Потому что тут уже просто на какой-то... Не знаю. Дизморали. Может быть, пауза так неудачно повлияла на игроков НП? Когда ты долго... Ну, как бы не в игре. Ты можешь потерять концентрацию и впоследствии допускать какие-то грубые ошибки. Наподобие вот таких, которых допускают НП. Рубик своевременно приобретает гем. Захвачено преимущество на карте. Сейчас нужно его закрепить, уничтожив весь вражеский вижн. И поставить свой. Да, Энви, конечно, не позавидуешь. Энви не особо-то убивает. У него одни ассисты, много смертей. И пока вот этот билд у него не работает. Он, кстати, покупает и Блэдмейл после Вейла. Но мы видим, да, у Энви 5500. У Лила на Слордаре саппорте больше. Это еще Лил без Медаса. С Медасом, вы сами понимаете, будут еще все лучше у игрока команды Вердспро. Соло под смоками бегает. Никого найти не сумел. Можно вар какие-то поставить, что, в общем-то, и было сделано. Ну и Паша Виндетти. Паша уже и Блинк, и Медас, и Гем себе купил очень много артефактов для такой минуты. Но неудивительно, он четвертая позиция по общей ценности. Много Паша убивает. И мало что, самое приятное, погибает. Забирает, Рубик. Как же много полезного-то ворует. Соло мудряется ведь. Теперь можно будто что, уйти из Кипайта. Можно ли пойти провардить? Даже если Соло сейчас попадется, он уйдет на Римнат. Да, стоит еще один вард. Правда, даже его здесь не видят. То есть он здесь ходит совершенно безнаказанно. Эмбер, Блэдмейл есть. У Джаггернаута после Манта Стайл появляется. Дефуза, так и стандартный. Это билд, хоть и Дефуза были изменены, но это не мешает покупать дальше. Ну, честно говоря, пока не совсем понятно, зачем был этот Доминатор Дарк Серу. Убьют Лила, тут очень много дэмэджа. Это не конец. Тут Соло находит СВГ, залетает со страйк, все-таки цель. Клэп от Урсы. Ну и вот он как раз с Соло на Римнанте улетает. Да, Доминатор и правда, непонятно. То есть вроде выглядело неплохо, но когда мы понимаем, что могла бы появиться Мекка, а Мекки до сих пор нет. Очень не хватало Мекки, особенно в самом начале, когда НП там конвейером фидили. Конечно, Мека не спасает от фида конвейером, но, по крайней мере, ты вот самую первую стычку можешь выиграть, или, по крайней мере, лучше провести, разменяться как-то поприятней. А в итоге НП там просто все погибли, еще распаунились, телепортировались на вышке, умирали, умирали, умирали. И это привело к тому, что счет сейчас такой катастрофически плохой. Напомню, гем имеется у команды Вертус Про. Прекрасно, Ауи видят, как будто Ауи это не понимают. Все-таки врываются в итоге на Никса, есть ЕМП, есть Ветра. Все-таки убили Никса, гем пока валяется, никому не нужен. Рамзес пытается на плотире уйти. На развороте можно бить МССа. МССа бьет, МСС живет. На 140 и П врывается Эмбер. А нет, это не Эмбер, это был Соло. Пытается убить МССа, МСС живет на 25 здоровья. БК размен 2 в 1. Ауи под шедублойт пытается уйти, он стоит в центре, его прекрасно видно. Ну и этот 3 в 1. Извиняйся в центре, там просто был гем, конечно. Посмотри, у Рубика 60 золота в минуту появился талант. Это что? Это что? Я не знаю, вчера у него не было этого таланта. Там что, постоянно патчи выходят? Мы, к сожалению, не можем проверить. Выходят ли патчи или нет, потому что... Но Лил же просил, чтобы вернули. Лил просил, чтобы вернули. Ну, видимо, Айсфроф прислушался. Но вчера же не было. Там было 50 урона или 150 здоровья. Вот прямо вчера не было этого таланта. А мы уже с тобой обсуждали то, что этот талант делает саппорта в разы лучше. Вот все саппорты, которые имеют подобный талант, кажется, у Угры Мага такой есть талант, у Дизраптора такой есть талант, у Виза Джейс, кстати говоря, такой же талант. Таких героев можно пикать. И они в перспективе, там, где-то к 25-30 минут, они, по крайней мере, не будут такими нищими, какими они являлись раньше. Хоть что-то можно будет купить. Глиммер или Форс Ставф, или даже какие-то надежды испытывать на то, что ты когда-то Аганим выфрамишь. И Рубик вот как раз один из таких персонажей. Двойной урон для инвокера. Паша может выйти. Метеор, Бласт, Импейл, Санстрайк. И взрывает. Великолепно. Просто идеально. Просто можно на хайлайт записывать. Вот для того, чтобы убивать и то, он не в соло убил. Ему Никс помог. А теперь представь, насколько тяжело вот таким прокастом убить соло. Сейчас Бласт, он дает тебе возможность использовать способности. Escape способности. То есть, если бы не этот МПЛ, Сларк мог бы там фаунс какую-то. Да, контроль был необходим просто. Раньше Бласт он дизейбл очень сильно. Сейчас он не дизейбл. Поэтому инвокерам очень сложно делать фраги соло. Но он один из лучших инвокеров, на мой взгляд, на сегодняшний день. И, собственно, поэтому как бы еще и Никса взяли в команду. То, что Никс плюс инвокер это очень опасный. Никита такой вопрос. Эмбер такой может вернуться в игру? Вот все плохо у Энви. То есть, ты вот накаркал, видимо, что Энви на Эмбере идеален. Да, я бы не стал ругать именно Энви в этой игре. Тут вся команда Энви играла плохо в самом начале. Это не вина Энви, то, что вся команда конвейером умирает. Да, он тоже конвейером умирает. В этом часть его вины есть. Но проигрывает всегда команда, как ни крути. СВГ ставят сентри. Могут заметить Пашу. Но заметили-то заметили. Толкают эту ноль. Санстрайк. Карапасы. Погибает. Кристалмейдан. Ну и надо Энви отсюда уходить. Да, Энви уже очень давно. Они могут что-либо сделать адекватное. Только лишь погибают. Тут Ауи бегает. Ну, тут он по центре. Рабжаса, тем более, не убить. Слишком плотный. Сейчас, да, очень сложно как-то фармить команде Энви. Пусть у них и герои приспособлены к этому. Тот же самый Сларк. Дарк Пак там неплохо фармит. Но в любой части карты тебя может найти Никс. В любой части карты тебя может найти Слардер с блинком и Станом. А туда летит Санстрайк. Причем уже на пятом экзорте находится Инвокер. А, даже на шестом. У него же еще и... Уровень высокий. 19-уровень уже, да. Смотрю, купил себе соло 3 брейсера и транкфилла. Так вот, этот билд, он очень простой, но при этом соло плотный. Такого героя попробуй быстро убей. Сларк уже не успеет, убь с прокастом. У него высокий показатель эффективного здоровья за счет вот хорошо прокачанного нолфилд. У него еще 22 дополнительных процента сопротивления магии. Ну, то есть магии его вообще не возьмешь. С тремя брейсерами и таким нолфилдом. Наверное, Пик как будто не понимает, что им вообще делается. У них и Акс этот не получается уже ворваться толком. Хотя мы знаем, что Акс это герой снежный ком, который врывается, убивает постоянно. И Сларк вроде-то немного убивал 7-4-4, так что обычно, как это мы видим, бегать по карте всех убивать, а очередь такого нет. Ну вот, окей, смотрим Лила, Лила должны убивать. Тут еще Эмбер приходит, Лила замахивался, замахивался крашем, понимал, что там дропак, но в итоге все-таки тут Эмби помог. Ну, кое-как, кое-как расправились. Ну, будет ответ, смотри, идет Паша, идет, ну, идет Рамзес, надо отсюда быстрее Эмби улетать, уходить. Телепорта, правда, Эмби нет, и вот это на самом деле проблема. Ну, Эмби о нем не догадывается. Проверять этот уголок, скорее всего, не будут. У него есть ремнант еще один, он может куда-то подальше улететь, но боится Эмби это делать, боится спалиться. Да, ну он уже достиг, скажем так, своего левела, теперь он крайне опасен. Вот самая большая проблема на инвокере, это дожить вот до такого уровня и держаться в топе. Вот если ты доходишь до 20-25 левела, у тебя есть хорошие артефакты, инвокер, конечно, является незаменимым персонажем. Очень сильный дизейблер, очень сильный дэмэдж дилер и баф у него хорошие, аллакрити, например, которым ты можешь бафнуть своего кэрри, он уничтожит всю вражескую команду. Что делать в команде ИНП? Вот, если ты был бы тренером команды ИНП, что бы ты сказал Эмби? Ждать, ждать ошибки соперника. Тут уже проявить инициативу уже очень сложно, потому что слишком много у Виртуспро. Ну да, Виртуспро заходит на возвышенность НП, Рамзес, напомню, еще имеет АХ, врывается Лилл Краш мимо, врывается Энви, есть Ветра, есть ЕМП, попадает Бакс, умный слэш, пошел Джигернат, очень много урона по Энви. Энви еле живой, но погибает Акс. Джигернат просто раскручивается, пытается отсюда уйти, ставится Айсвелл от Нуана, но Акс без права на выкуп. Неплохой Вакуум, врывается Эмбер, пошел Метеор, Блаз, хороший прокаст от Энвокера, очень побитый Тарксир, СВГ, подрубает ультимейт, очень много урона, убили Рубика, Рамзес побитый, напомню, не имеется Айгис до сих пор, Санстрайк в СВГ, но ультимейт все еще идет. Выбили Айгис, Паша Вендетти, Тарксир Акс без права на выкуп, но и Барак почти упал. Рамзес еще и будет бить под Элекрити, так что Барак, скорее всего, придется отдавать, выбора просто нет. Да, центр у команды НП упал. Можно и уйти. Спешить тайне, куда Рубика появляется Мека, терм еще плотнее становится, у Слордара там Кремисан Гуард. Да, пробить будет очень сложно таких героев. Только что разменяли Виртуз Про Айгис на Лайн, ну и на несколько фрагов, конечно же. Можно дождаться следующего Рошана, можно дождаться следующего Айгиса. А может даже и не надо, не стоит ждать, потому что мы видим преимущество, но невероятно большое, 25 тысяч по золоту. Но насколько бы не было большим преимуществом, всегда на инвокере есть куда развиваться, если ты не 6 слотов, не 25 левел. Даже, учитывая то, что у инвокера 6 слотов, ты всегда можешь что-то в рюкзак купить. На инвокере это наиболее приятно, то, что добавили этот рюкзак, потому что, играя без Алхимика, который тебе может дать Аганим, тебе всегда чего-то не хватает. Тебе всегда хочется и БКБ, и Линку, и Рефрешер, все это хочется иметь. А рюкзак тебе дает эту возможность. Раньше, когда тебе Алхимик давал Аганим, ты мог не покупать Аганим и что-то одно выбрать, то, что тебе нужнее. Либо БКБ, либо Линку, либо Рефрешер, ну, допустим, да, если ты какие-то другие артефакты имеешь вместо этих. Или Шиву, может быть, даже. Вот, а сейчас Алхимики менее популярны, соответственно, Аганимы дарят редко, и вот этот вот рюкзак, он на инвокере, конечно, очень сильно в теории может зарешать. Но я не видел еще ни одной игры, чтобы вот этот рюкзак так использовали. Прикладывали вещи прямо в драки. Это все-таки время нужно еще определенное. Нужно в очень глубокий лейт выйти, чтобы пользоваться этим рюкзаком. На центре ведет Энви. Энви опасно очень играет, мог бы успеть соло поцепить, а за время Телекинеза тут запросто могли бы его и убить. Там еще и краша, тем более, от Слардара. 31-16. Два раза обыгрывает Virtus.Pro своего оппонента по счету. Я так понимаю, Слардар у нас тоже решил Доминатор купить. То есть глянем. Да, у него тоже там Доминатор. Ну а почему нет? Когда ты пушишь, в принципе, лишний крип, он не будет лишним точно. Я думаю, что можно взять Сатира какого-то и Тарксиру делать грязь. То есть Сурж, Айншелл. Вот это имеет место быть. Может быть, в этом идея? Да. Да. Несмотря на то, что у Джаггернаута есть свой Доминатор и есть Дефьюжал Блейд, скажем так, очередной Дефуз, он весьма приятен. Против Эмбера тоже Дефуз. Дефуза, да, полезно. Прям идеально. Ауры все-таки у нейтральных крипов очень хорошие. Можно найти весьма подходящих юнитов. Например, Волк, который дает урон. Или маленький крип, который дает хорошую скорость перемещения. Хотя в рамках данной игры уже не так это сильно важно. Потому что Виртуз Про и так владеют всей картой. Они могут фармить где хотят, что хотят. И скорость перемещения им, ну, прям так, откровенно говоря, не сильно-то нужна. Хотя лишней она никогда не будет. Минвокер очень близок к покупке Актарина. Да, он очень много там полезных вещей накупил, которые ему и ману дают. Да, разница. Посмотри, какая между основными героями. 20 тысяч у Эмбера 8800. Ну, это, конечно, какой-то ужас. Это слишком большая разница. Такое ощущение, что Эмбер тут вообще фарм на карте не получал. На самом деле он просто очень часто погибал. Поэтому у него абсолютно ничего нет. Он там еще и рецепт какой-то держит травола. Травола, травола. Травола нужны для того, чтобы сплитпушить. Ведь здесь сплитпуш уже не сильно, не сильно будет нужен команде НП. Просто потому, что они вряд ли будут доходить до вражеских вышек. Ну, Ремнант еще быстрее летит. Это тоже важно. Только ради этого брать травола. В такой игре, в такой ситуации. Энви видней, конечно. Но Виртуз Про уже заходит на хайграун. Рамзес, снова Электрити. Иллюзии бьют. Башня падает просто в секунды. Есть защита строения у НП. Они ее, скорее всего, нажмут. Смоук разбивает НП. Такая вот последняя шанс, последняя попытка хоть как-то совершить камбэк. Разница используется Ханмейма. Вертус про него угадывает. Смоук также. Паша вырывается, нажимает карапас. Рамзес получает фаунс. Ауи нажимает БКБ. Рановато Ауи поспешил. БКБ уходит просто никуда. Просто в молоко. Прыгает Энви. БКБ также от Нуна. Ветра пошли. Заканчивается ПКБ у Ауи 2000. Ну и что? И просто будет Рамзес бить. Просто бьет. Электрити на Рамзес. Рамзес стоит. Ему вообще наплевать на все происходящее. Убит один барак. Будет убит сейчас. И второй барак. Снова бесплатно. Сторона падает. Главное, Рамзес отсюда уйти. Вакуум. По двоим рывается Роуз. Также Агр по двоим. Моментально Юлл Акса. Моментально Юлл Акса. И все. Подкопали Акса. Дали Ветра. Емп. Ну и Метеор Роуза скорее сюда бьет. Так, сдает топором по лицу Мейман. Лила смогли убить. И так Кристомейден раскастовывает ультимейту. Только вот это абсолютно никакого нет. Ну и Ауи получает Карапаса. Бить Пашу не может. Ауи не знает, что делать. Моноберн получает пару ударов по Ауи. Ауи погибает. Ауи есть право на выкуп. Но он не выкупается. Потому что, видимо, что сдаются. Нет, байбайки пошли. Дарк Тир выкупает. Сарк выкупается. Кристомейден молчает Ветра. И Ауи прописывает Гудгейм. Команда НП покидает турнир. Есть ESL One Gain. Тик. А Virtus.Pro проходит полуфинал. Два ультра килла. Рамзес и... Красиво, да. Закончили так закончили. Ну вот такая вот карта была. С минуты пятой Virtus.Pro начали доминировать. Покупка доминатора у Darkseer. Это вопрос к аналитикам. Почему так произошло. Но Virtus.Pro мы поздравляем. Отличная игра от них. 2-0. Уверенная победа нашего коллектива. Александр, вам слово. Вам есть что пообсуждать. Огромную кучу приятных эмоций подарила нам команда Virtus.Pro в этих двух картах. Достаточно легко, как мне показалось, обыграли они коллектив под названием TeamNP. И давайте попробуем начать наше обсуждение с того, были ли вообще в этой карте шансы у команды Jackie Eternal Envy Mao. Как раз на фоне картинки радостных Virtus.Pro, радостных медведей. Сереж, были ли шансы? Я думаю, нет. С такой игрой, мне кажется, вообще... Они могли, вот с этой стратегией, они могли справиться с вот этими фнатиками, которые приехали с там заменой, приехали вообще не готовые, приехали миксом, приехали с этим Ямотехом. Но с Virtus.Pro, мне кажется, нет. На первой карте, да, была ровная борьба, мы это видели прекрасно, что там еще как-то бодались, боролись, да, НП. Но на второй карте, я думаю, Virtus.Pro проснулись, все обдумали, как надо играть. И, я думаю, шансы вообще никаких они не оставили. В чем сила Virtus.Pro проявилась во второй карте? То есть в первой они сыграли свою игру, агрессивно задавили соперника. Ярик, в чем во второй карте? То же самое или, может быть, там просто неудачная игра Тим Энг Пибола? Да, в общем-то, в второй игре индивидуальные действия, в первую очередь от No.1, я считаю. То есть супер качественное исполнение на инвокере. Порой этого достаточно на любом уровне игры, достаточно одного. У сверххорошего исполнения, особенно на герой типа инвокера, чтобы победить. Здесь No.1 выдал очень хорошую игру, сделал очень много для команды. Ну и, в принципе, вся команда не подкачала. Как правильно сказал Серега, проснулись в Virtus.Pro, заиграли в лучшую доту, взяли хороший очень пик. Ну, в принципе, в обоих играх и все получилось. Eternal Envy сегодня уже играл на Ember Spirit, выиграл, играл очень неплохо. Почему здесь у него не получилось? Ну, потому что против кого он играл? Против кого он играл? Против Fnatic он играл. Против Fnatic он играл, да. И как он играл, хорошо. А почему? Ну, Fnatic. Ну, серьезно. Ты знаешь, мы так смотрели, говорили, вот, NP, там неплохо тут выглядели против Fnatic, дадут в Virtus.Pro бой. Ну, они действительно дали некий бой в Virtus.Pro, но на самом-то деле Fnatic просто очень слабая. Ну, очень слабая команда. Поэтому, как там играл Eternal Envy, ты же всегда играешь так, как тебе позволяет твой противник. Чем сильнее противник, тем тебе тяжелее. Тем он вынуждает тебя делать ошибки, ты начинаешь нервничать, делать даже невынужденные ошибки и так далее, и так далее. Против Fnatic Envy чувствовал себя хорошо, против Virtus.Pro нет. Они подлавливали его, они мешали ему, не позволяли они ему делать спокойных фрагов. И Envy начал ошибаться и сам уже потом. Давайте, наверное, посмотрим моменты, которые были в этой игре. Их было несколько, достаточно красивых. Вот одна из таких серьезных первых драк на нижней линии. Смотри, как два раза на одном и том же месте будут умирать просто герои. Вот сейчас умрет у нас Ember Spirit, да, отойдутся, делают такой регруп. Маленький NP у нас выживет как раз с Ларх, чуть отбежит там, да, и буквально через 10 секунд будет возвращение. И вот абсолютно на том самом месте. Вот где Катапульта стоит, Катапульта Родин, ну сейчас, да, умрет у нас еще тут. Лил. Немножко далековато зашел. Да, да, я в процессе игры не совсем понял, зачем он это сделал. Наверняка... Хотел догонять, хотел догонять, хотел ловить. Ну, в полу битвы не разобрался, сказал, пойдем до конца, до конца, до конца. До конца оказалось лишней идеей. Ну, тем не менее, как видим, NP тоже, думаю, до конца, и мы пойдем. И опять на том же месте, это драка, опять же, в этом же месте кастуется и ЕМП, и в этом же месте умирает герой. Дежавю такое легкое, да? Такое, быстрое, быстрое дежавю, да. Можно отметить, вот хорошая игра от Ноу Вана, в принципе, можно следить за ним. Он умер, по-моему, один раз за игру, и то там в начале, его заганглили. А так, далее, очень классное исполнение, он все прокасты выдавал, вот грамотно, идеально. То есть, он всегда давал один прокаст, после чего переключал себе скиллы на следующий прокаст. Очевидно, говорил команде, что он снова готов драться, и давал следующий прокаст. Ну, скажем, торнадо ЕМП плюс колдснеп, например, после этого бластметеор и стена. Это там будет уже ближе к концу игры, когда все эти скиллы, собственно, у него появились. Ноу Ван очень классно играл, вот в этой драке тоже всегда занимал позицию такую, чтобы на него не напали, чтобы он смог выбрать грамотный угол, чтобы кинуть торнадо по всем, по таймингу положить ЕМП. То есть, прям вот, белиссимо. В этой игре на этой карте Virtus.pro просто было играть совсем просто. Потому что на первой карте это была лучшая стратегия, да, как мы обсуждали уже от НП. Там это была Мирана от Энви, там были, как раз, Варлоки, вот это все комбинация, плюс там Сэн Кинг. Ну, типа, лучшие свои показали. А на второй карте такая команда, как НП, берет Crystal Maiden. Это уже о чем-то говорится, что это не получится. У топовых коллективов с Crystal Maiden не получается играть. Мы прекрасно видели Винкс вчера. Винкс, да. Они как раз по DC проиграли с этой Crystal Maiden. Плюс ты берешь эту Эмбер Спирит, и герой тоже очень тяжелый для раскачки в этой версии, потому что тут очень агрессивные доты, постоянно на тебя идет давление, 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 тебе эти артефакты нужны. Я не знаю, вот этой стратегии, мне кажется, нереально было просто победить. Ну, ты пропустил сегодня, на самом деле, так, вот этот первый матч. Там они играли один в один герои, были только вместо такси кто-то другой. Не помню, Слардар, может быть, или Бестмастер. Ну, что-то по... А все остальные герои были такие же. То есть, это, видимо, их вторая стратегия. И там взошло. То есть, там Энви на этом Эмбер Спирит, там Гудлайк на Гудлайке. Но сильнее враг, лучше играет. И так-то, конечно, это Мейден. Я вообще ее как герой не особо воспринимаю. Давайте продолжим прохождение игры по моментам. Следующий, 17-ая минута. Вот здесь очень интересный был ультимейт. Прокомментируйте, господа, эксперты. Ну, вот силу Кристал Мейдена я посмотрю. Вот она спряталась в кустах. Сила и мощь. Позиционка сейчас выберет и будет там кастовать где-то ульту. Вот это, в принципе, на что она способна. Но это один раз из 30 бывает в драках. Вот как она может стоять и кастовать ульту. Ну, потому что она спряталась, ее не видно реально. И откуда-то вот эти ледышки падают. Но по-другому всегда в других случаях ее это сбивают. И она бесполезный герой становится. Ну, и, кстати, есть шутаги, но и убьют уже после ультимейта. Да, тут еще Ауи, как по мне, играет очень уж сейвову. Он вообще полной жизни и мана. Мог бы он где-то оказаться рядом, помочь Кристал Мейдена, разменять, может быть, кого-то. Следующая драка через 2,5 минуты буквально происходит. Бедные драки уже это все избиение. То есть тут уже Virtus.pro поймали Курашную. Плюс они знали, что у них хорошая доминация. Где хотят, убивают, по большому счету. Дальше хайлайты это конвейер, а не хайлайты. Энди пролетает, садится сразу на ИУ. Да, просто один за одним, наверное. Мне кажется, фрагов тут 13 где-то сделали Virtus.pro просто подряд. Ну, немножечко отыгрались за вчерашние 2.34. Вот здесь отыгрался Сларк. Отыгрались, но отыгрались не с теми ребятами. Побили слабеньких пока. Отыгрываться нужно будет потом. Ну, собственно, программу-то свою они выполнили. В топ-4 они попали, в плей-офф играть будут. Все шансы на победу остаются. Может быть, и получится еще отыграться с Ньюга в финале. Возможно, команда еще встретится. Есть и такая вероятность. Да, по сетке так и получается. Ну, естественно. Ну, давайте все-таки выполним норму, так сказать. Посмотрим все моменты, которые были в этом матче. Пускай это даже было и избиение. Можно посмотреть на игру вот как раз от Ноу Вана. Сейчас он вот примерно в этих драках, когда у него уже там большой уровень, он начнет давать все эти прокасты крутые. Ну, здесь не очень крутой был. Ну, там он защитный был, потому что если бы противники нападали, Ну, да, Акс нападал, Акс и подловился сразу, моментально. Вот. Соответственно, дальше вот сейчас будет Метеорит плюс Бласт. Бласт. Тоже великолепное исполнение. Ну, и дальше, собственно, там уже стенка стоит сверху. И, в принципе, я думаю, что у Ноу Вана сейчас чуть ли не все скиллы вообще, которые, возможно, находятся в колдауне. Он Фаржей вызвал. Ну, два Бьон Гудлайка под конец было. Это о чем-то уже говорят. Что у Керри команды Virtus.pro было, что у Мидвана... Ой, у Мидвана. У Ноу Вана. У Ноу Вана. У Мидвана. Ноу Вана был тоже, а Бьон Гудлайк, это за чем-то говорит, что реально хорошо отыграли кор. Кор-герои. Ну, там отошли, кстати, Virtus.pro. Могли ли они дальше давить? Или им нужно было дождаться Слардара? Можешь давить дальше, и будешь примерно одну из десяти игр проигрывать. По этой причине. Поэтому, если не хочешь проигрывать игры, просто так, не надо давить никуда. Кто-то выкупится. Кто-то выкупится. Пролетит тебе... Тут далеко поддаешь. Пролетят два героя в полных тебе в спину, и ты попадешь в капкан такой на базе, где-то по Тир-4 ТВ-РАМе. А у тебя как раз два героя с гудлайками. С одного тысячу поднимаешь, сразу со второго тысячу поднимаешь. И там уже можно играть дальше, в принципе, для команды противника. То есть спокойно, качественно, очень исполнили в том моменте. Ну, вот здесь вот еще один ультимейт от Crystal Maiden, который... Кастует Рубик. Да. Танцует он, кстати, так красиво с этим ультимейтом. Ну, вот эти гудлайки как раз пошли. Просто каждая опытная команда, каждый опытный, особенно координатор, капитан, он за свою жизнь побывал в этих ситуациях, где ты вроде ведешь там 35 тысяч, 40, все, есть там рапиры, аегисы, и ты уже там под фонтан лезешь, и вот ты игру проиграл в итоге. Через минут 10 из-за этого. И ты будешь проигрывать одну такую из 20, из 30, может быть, одну из 100, или одну вообще за всю жизнь ты можешь проиграть. Ну, на самом деле, почаще. Ты будешь проигрывать, если ты будешь постоянно до конца идти под вышки, ты, естественно, не хочешь так делать, поэтому ты запоминаешь этот момент, и в любой ситуации вы просто отходите. Надо играть уверенно. Вы забрали свое, вы забрали бараки, главное, больше вам тут ничего не надо, вы тут больше ничего не получите. Вы можете сделать регруп, купить предмет и вернуться, и закончить игру стабильно. Ну, что Virtus.pro, собственно, и сделали. Давайте посмотрим статистику, закупы, всю числовую информацию, которая есть в игре. 39-17 счет, много фрагов для 34 неполных минут игры. Я думаю, она сильно отличаться будет. Вот стандартные, кстати, уже билды от Solo, покупает на этом рубике регулярно эти два брейсера, покупает, там, вот, транквилы свои, периодически, да, там, моно-батинки, если требуется, но вот эти два брейсера, они регулярно заходят. То есть, это вроде как нестандартный, получается? Это хороший билд для того, когда ты давишь. Ну, тебе нужны хитпоинты. Тебя будут фукусить, а ты будешь толстый. Тебя будут фукусить, а ты будешь толстый. Тебя будет на один нюк больше тратить, на один дизейбл больше тратить. Соответственно, этот минус дизейбл, там, для твоего какого-нибудь кора. Ну, и аудио какие-то проказы переживаешь. Тебя просто не Сатург случайно не выводёшь. Тебя будет не 700 хп, а у тебя будет там 1200 хп. На выживаемость, то есть, конечно, нажимаем. Создать пространство для команды. Ну, вот, Лил и Роуз, Свардар и Акс. Ну, вот, на один артефакт тут. Тут тоже где-то. Ну, хотя, вот, при такой доминации даже вот в этой версии смотришь, и вроде должно быть куда больше, да? Куда больше преимущества по артефактам. Но вот эта версия, она даёт о себе знать, что тут буквально ненамного, если ты даже проигрываешь со счётом в 20 где-то киллов, всё равно ненамного уходит. Такой сет был прикольный Дарксир, и сейчас с этой книгой огромный. Больше, чем он. Читайте книги, друзья, полезно, говорит Дарксир. Магически. Я тут особо нечего отметить. Единственное, что, опять же, можно глянуть, что даже в ситуации, вот как раз, где некому купить Мекку, якобы, у Virtus.pro, потому что герои не Мекковые, что называется, есть Мекку у Рубика. Это вот этот момент, который мы отмечаем, что Virtus.pro очень командные предметы покупает всегда. И есть Crimson Guard на Слардаре. Опять же, многие другие игроки купили бы БКБ для личной выгоды. Какие-нибудь еще другие вещи могли приобрести. А здесь покупается Crimson Guard, чтобы просто в драке 5 на 5 иметь дополнительные бафы какие-то, которые помогут выжить. Вот Virtus.pro этот момент чувствуют, знают, используют активно. Если бы игра затянулась, появился бы и Владмир. Ну, посмотри вон. Возможно, и Пайп приходится. Давай посмотрим просто, какие есть ауры. Есть Мека, вот эта вот, о которой мы говорили. Есть Аквила, такой мини-баф, самый стандартный. Доминатор тот самый, который сейчас новый появился. Ну, вот этот грейджный доминатор для команды. И как раз-таки тот самый Crimson Guard. Ну, 4 ауры. А теперь давай сравним, что у нас есть. Доминатор и... И Мека. Там даже Аквилы нет. Да, там нет даже Аквилы. И Мека имеется только потому, что там есть Дарксир. Вот там не Дарксир, скорее всего, и Мекки бы тоже не было. А здесь Рубик купил Мекку, что является нестандартным. Другой Рубик бы, скорее всего, купил бы Блинк на эти же деньги. Цена примерно одинаковая. Соответственно, Virtus.pro показывает нам свою разумность. Раз мы идем драться, мы берем все предметы, просто чтобы быть толча в этой драке. Потому и брасеры появляются на Рубиках, потому и Мекки покупаются на тех же Рубиках. Ну, по графикам видно, что 20 минут игра была примерно равная. Чуть-чуть перевес в сторону TeamNP был, но потом графики так планомерно, полномерно за 30 тысяч по золоту, за 25 примерно тысяч по опыту ушли вверх в сторону Virtus.pro, но шансов там, по-моему, TeamNP-то особо и не было. Да нечем было просто даже комбатчить. Был только один из Ember Spirit, которого был Vale, которого был Blade Mail. Такие Ember Spirit очень трудно таким комбатчить. Нужно какие-то все-таки боевые артефакты иметь, хотя бы дорогие артефакты. Рапирку. Ну, рапирка уже под конец, но хоть что-то там. Либо если ты идешь там магическое, хотя бы чтобы у него Радик был на тот момент, или если он через Battle Fury играется. Ну, здесь он не играет, через Battle Fury. Ну, хотя бы ладно, Радик хотя бы был. Радик, а потом уже посмотрели, Blink-Радик. Ну, хотя бы уровень, чтобы у него был. Или уровень, да. Ну, тут единственное, они могли, конечно, рассчитывать, что там Darkseer станет якобы пятерых, Акспрыгнет в этих пятерых, все подсчитаем, и Darkseer, и Стенка, и... Сначала, то есть, это был Квас-Векс-Имблокер, в первую очередь. Торнадо снимает щит Эмбер-спирита, в принципе, потому что Торнадо это диспел, и щит, он снимается диспел. То есть, когда прыгает Эмбер-спирит в толпу, летит Торнадо, мало того, что он носит урон, сбивает, прекращает инициацию, позволяет Virtus.pro как-то там перегруппироваться, так еще и снимает щит Эмбер-спирита, и он вроде бы прокачал, конечно, вот эту вот свою штучку на плюс 15% увеличения магии, талант на 10 уровне, а щит не работает все равно, то есть, как бы толку немного. Это тоже подкосило. Эмбер-спирит даже, вот он, если не смотреть на демидж, да, с этого щита, вот это его самая главная защита, это щит, потому что магии много, он только из-за этого может, там, как-то в драках, если ему щит сбивают, его моментально не старают, потому что у него армора нет вообще. У него, по-моему, на 25 уровне его личный армор 7. Это на 25. 7 или 8. Мне кажется, даже макрабор, что он все такит. А на таком уровне у него, где-то там, не знаю, 3-4 армора. Но он не армированный, это достаточно ватный. Его суппорты просто с рук забьют, моментально. Мы видели, да, как его...